продолжаем историю нас 13 13 день игра затягивает механика продумано очень хорошая русская версия ну что изначально разработчики насколько понял в во многом вот я не знаю как называется студии если честно но это от авторов this war of mine продолжаем историю в конце прошлой трансляции к нам присоединилось три десятка детей которых сейчас нужно оперативно расстелить иначе болезнь а у стоп да у меня же ситуация тут хреновая друзья во первых после того как мы после того как мы с вами узнали что случилось с городом неподалеку в нашем лагере произошел раскол во-первых началась новая ветка из указов так скажем да где-то сначала выбираешь либо будет порядок либо будет вера то есть два принципиально разных ответвлений и вот в нижнем углу вы видите 20 лондонцев то есть это это группа людей таких отщепенцев которые которые из-за скопившегося недовольства она сложилась у нас исходя из многих параметров из-за плохой медицины и за непригодной пищи из-за голода они обособились и если короче мы перейдем через короче здесь будет больше 40 то это все судьба сумма потому что задача единственная на данный момент не дать лондонцам нарушить покой жителей вот чтобы не дать это сделать нужно решить серию проблем первая проблема это с больными 2 с голодными третье это с бездомными по ресурсам уголь есть дерево есть сталь мы тоже добываем пара ядер есть проблема с едой но сейчас она будет решаться потому что мы бахнули еще вот эту вот ферму до которой 30 будет приносить каждый день сейчас ключевое это построить несколько бараков новых как раз для мелких четыре штуки делаем две экспедиции у нас работают да здесь лесопилка 14 осталось отсюда надо будет уводить людей возможно и демонтировать просто сразу же пара угольных шахт здесь не работающая лесопилка но кстати можно отправить собирать или подождите кухня нам не нужна потому что ну смысле кухня нужна нужно уже конвертировали все что можно убираем всех с кухни можно попробовать дополнительные пайки еще раздать я вот бахнул до пайку в в один из лазарет может быть еще сюда да давай десяток пищевых пайков это у нас бонус до 10 пайков ты выделяешь пациенты получают пайков чтобы быстрее восстановить здоровье таким образом мы должны уменьшить количество больных древо технологий тоже конечно все тут очень сложно очень продуманно я только начинаю изучать частику отдельный привет забыл поздороваться всем друзей тем кто в записи там бла-бла-бла а когда первая часть была вчера 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 вообще ситуация была очень странная то есть я думал что там доиграю в death gambit там 234 часа ну потому что не знал сколько оставалось оказывается там был только финальный босс который убивался не на героике может там и нет героика на самом деле очень просто вот мы буквально с вами за 20 минут завершили игру и встал вопрос а что делать дальше чтобы не скатиться в паб g или не пойти ну я хотел общем какую-то левую игру а фронт панк очень часто советовали у игры очень высокие оценки именно пользовательские на мета критики что очень важно плюс мы поиграли не так давно в игру this war of mine вот и выбор пал на фронт панк 5 гигов скачали поставили и все и на три часа я пропал вот поэтому сегодня я начал трансляцию не 8 а в 6 чтобы было больше времени вот давайте посмотрим как что нам дальше исследовать а что по похолодание будет через сутки может быть даже с генератором что-то связаны отопление улучшенные обогреватели пока не нужно улучшение генератора будет потреблять на 10 процентов меньше угля в принципе можно бахнуть паровой центр я не использую это типа локального генератора насколько я понимаю да предохранитель муфты так а если мы возьмем например здоровье с едой мы сейчас проблемы решаем а вот здоровье что кстати обычных промышленных теплицах станет теплее тактика охоты может быть кстати тактику охота у нас три здания на на охоту можно кстати заменить чтобы не уходили санитарный пункт можно бахнуть и лазарет после этого верно давайте хилку будем делать улучшение санитарного пункта улучшенные инструменты методы лечения позволяет выставить людей в санитарных пунктах на 10 процентов быстрее самое главное открывается там протокол лечения лазарета и прочее поехали я не хочу повышать не недовольство поэтому мы не форсируем исследованием еще 10 еды поставлю потрачу в лазарете чтобы быстрее люди восстанавливались и так у нас с вами минус 30 через двое суток будет минус 40 сейчас закончится рабочий день 4 дома дозорная башня в охотничий ингар за закидываем поехали дальше 34 20 24 смотрим новые законы тоже принимаются тихонько не помню какой 100 живущих поле зрения постоянный модификатор еще работает какой-то а вот сюда можно на самом деле закинуть охотников в теплицу даем так и ночь ночь начинается единственный кто продолжает работать это автомат он мы его нашли в экспедиции вернули домой и он в принципе заменяет людей сейчас посмотрим еды хватит нам или не хватит теплица 15 15 вот еще кажется охотничий ангар да пятнашком тоже работает вообще не эффективно собирается есть строит готовится ладно четыре дома выстроим должны решить проблему бездомных до конца этой ночи что самое главное по обогреву у нас должно все работать хорошо да прям приемлемая температура все решили 14 получим достижение хлеба и зрелищ по полетели охотиться товарищи 17 голодных на это тоже решается проблема мне кажется мне хватит еды на всех про на всех вообще давайте может еще лазарет ага здесь уже работает ну дополнительную еду я хочу здесь тоже работает здесь тоже бонус и здесь тоже бонус везде мы интенсивно людей лечим уже 13 голодает всего лишь хорошо по углю держимся лесопилка закончила здесь нет 8 еще осталось ну ладно следующий раз сделаем меня вылечить горит ничка все в порядке процесс идет я начал переименовывать пацанов чатики типа давайте можно имена но тут приходит по 30 человек у нас только зритель ну то есть конечно зрители больше на трансляции но все равно так 55 55 вот недовольство уменьшается потому что нужды мы едят потихонечку заканчивается вроде мы успеваем смотрите 27 26 25 сейчас уже расходиться спать будут люди потому что уже пол 11 а в следующий раз еще будет больше еды потому что у нас теплицы уже готовые 30 еды можно вести новый закон поехали итак а мы можем возвращаться к адаптации мы можем не только брать ветку в законе утренний сбор что дает мы будем собираться каждое утро чтобы убедиться что цели и задачи этого дня понятны каждому утренние собрания иногда немного увеличивают надежду хорошо сторожевые посты они у меня есть кстати а нет это новое здание сторожевой пост позволяет поддерживать мир и порядок городе поможет справиться с любым кто угрожает общему покою и я думаю надо мораль очку тренний сбор бахаем как раз мне надежда нужно надежда растет так новый закон хорошо так охотников мы потом нам пригодилось бы напоминание что мы сражаемся за что мы сражаемся каждый день и вот наш город начинает превращаться в гарнизон не 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 все нормально ребят а что по по сводочке добыча угля там рабочая сила как-то видимо из-за больных там не все на месте можно парсаж пробить можно автоматом шахту поставить можно улучшенную шахту сделать у уже никто не голодает практически только один еды впритык хватило но больных все еще много надо не забыть закинуть еще баф на этот на на скорость восстановления плюс у нас же с вами еще скоро увеличится скорость восстановления в принципе и мы еще сделаем с вами наверно лазарет тенденция не очень хорошая на самом деле видите осталось 13 дней тенденция горстка людей может поселиться к лондонцам их было 14 стало стало 20 но вроде сейчас недовольство разведчики достигли цели временное поселение похоже поселение покинута несколько аккуратных деревянных хижин теперь пустуют в центре поселения вертикально поставлен камень исследуем памятник несправедливости в центре поселения вертикально поставлен большой камень кто-то высек слова на шершавой поверхности да простит бог гения что предпочел прогресс человеческой жизни ибо мы не простим изгнанники тесла тесла града мы не тронем памятник но разберем жилище чтобы получить древесину так обнаружены места места прибытия дредноута и колонии за стеной нам дадут ядро и 200 елок я думаю что у нас сейчас негоступы на 50 процентов скорость перемещения увеличена две экспедиции может быть даже третью нужно брать возвращается еще один этим эти потому что ну они реально похожи смотрите какие экспедиторы все все закутанные белые как игра кота настоящая если ты любишь под ну умеешь получаешь удовольствие от разбирания вот именно вот такого жанра игр то тебя на очень понравится сделано очень качественно то есть визуально составляющая как прям целостный какой-то не знаю как целостное произведение все очень гармоничный интерфейс давай схема очень хорошо сочетается с музыкальным сопровождением опять же струнные создает такую гнетущую атмосферу очень подходит подходит под то что мы видим на экране вот ну и конечно же в отличие того же самого dead gambit а вообще игра абсолютно разные но просто берем локализацию там там нет а тут как бы родная просто и сразу и ты встречаешь какой-то ну какое-то событие происходит ты читаешь как на родном языке это не перевод это родной язык и конечно читается значительно проще так надежды растет недовольство снижает вспомним что у нас еще есть всякие бабы можно кстати второй паб сделать поближе к жилищам пока отопления хватает на самом деле с дорогами тоже все нормально ряды лондонцев продолжает пополняться еще человека по присоединились тенденция но я вроде создаю нормальные условия но они все больше людей хотят вернуться в лондон так как уровень надежды падает утренний сбор нам надежду повысит и надо построить еще одну вышку дозорную потому что у нас здесь наверное где-нибудь ее сделать рядом с четырьмя домами на тому улицу нужно проложить здесь мы накрываем только частично есть хорошо накрыли да наверное самое самое правильное это проложить дорогу здесь можно на будущее по радиусу тоже дорожки проложить потому что лес есть и на моего еще сейчас при привезут у меня все настолько плохо на в плане строительства что это мой первый город я до этого не не алё поэтому я не знаю как как тут лучшим действовать наш пишет надежда в малого то уходит надо больше половины окей хорошо а мы же так а папа у нас надежда увеличивает вроде да но пап нужно делать у меня два же пабы да уже бараки бараки как он выглядит то так сырую еду кстати при притаранили давайте сюда работников раз пусть конвертирует сырую еду в нормальную здесь тоже добыча скоро будет утренний сбор дороги все еще делают можно здесь на самом деле сделать и 2 пап можно бойцовского арена здесь сделать достаем пока бойцовского арену и по обряды шкам как раз дети пришли 30 человек вот они обрадуются так все на еды прям очень много очень хорошо вроде построили там уже так бойцовская арена раз и и блин дозорная башня достает до четырех я думаю дозорку или или пап поставить отдавай дозорку папа все равно тоже поставим а только один папа может быть тем более так окей вы детей на бойцовской арене за еду да там еще всякий публичный опа экспедиция вернулась дофига еды три ядра 34 детей 34 считают это это жуть конечно опять нужно сейчас расселять так этого товарища в принципе можно послать сюда мне не надо не надо лучше их принципиально разных направлениях отправлять в интерхом пресный источник отправляем нужно я думаю 3 экспедиция будет на бездомных даст приличное количество где лучше строится дальше наверно здесь имеет смысл эта кухня прохладно уже бойцовская арене не холодно вообще ее моя вот куда я этих проглотов то взял как как мне действовать то дальше колонии изгнанников новые разведчики на множество снежных укрытий искусно сделанных из плотных блоков снега построена вокруг холодных потухших костров мертвая тишина повисла над колонией умирающие изгнанники некоторые изгнанники еще живы но едва едва мы попробуем доставить их город но они могут умереть по дороге один умирающий прижимал груди дневник мы прочли последнюю запись изгнаны из тесла града еда и топлива заканчиваются и мы послали самых сильных из нас за подмогой они наша последняя надежда похоже это про тех бедолаг американцев которых мы похоронили спроводить или не сопровождать ой сколько там народу капец отнять припасы изгнанников кайф и бросят их умирать мне эти люди не нужны мне эти люди не нужны я их не прокормлю просто или прокормлю но странно мне елки с этим тоже не нужны короче давайте добирайтесь самостоятельно оставить выживших на произвол судьбы нет оставит на произвол судьбы у тебя доброе сердце михаил мы знаем блин ладно сопровождаем твою ж налево мы сопроводили изгнанников до города мы вытащили умирающих изгнанников и снежных жилищ и подготовили к путешествию в наш город некоторые очнулись ото сна подобного смерти и поблагодарили отсутствующих друзей за то что мы привели подмогу мы не сказали им правду еще не время блин так сопровождение идет так ладно давай убираем отсюда людей которые они конвертировали еду сырую с едой вообще проблем никаких нет я бы подумал над следующим радиусом и улучшением генератора потому что сейчас мне столько людей надо расселять ё-моё это с другой стороны бараки хороши в том плане что они а давайте здесь попробуем дальше селить раз двадцать двадцать трис четырис пять твою налево шесть неужели заканчивается окей здесь все опустело все убираем рабовчик и можно наверное бахнуть эту нафиг штуку ёлок все равно рядом нет все демонтируем о улучшение санитарного пункта лечение кстати уже 14 человек на лечение здесь максимум добываем можно построить лазарет лазарет с паровым отоплением на десять коек пациентов лечат быстрее чем в санитарных пунктах тяжелобольным обеспечивают хороший уход один по крайней мере я думаю нужно сделать делаем лазарет проблема с едой практически решена ёлки ёлки так себе может даже недовольства вообще нет надежды мало утренние сборы а какие у нас опции так 18 этих да бездомных а это что дозорную башню рабочих отправили в новую дозорку а яма 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 бойцовская арена надо туда накидать людей количество больных уменьшается постепенно фонтемплара поддержал на 100 рублей говорит о палатке до бараков не грейдится грейдится но я практически все прогрейдил на самом деле здесь вот все центральные прогрейдил здесь тоже вот этот можно прогрейдить но они только понимаешь там только теплоизоляция улучшается то есть не увеличивается ёмкость поэтому сейчас я взял просто потратил 30 лет потому что они все находятся в первом втором контуре но толку нет голодных сейчас накормим больных вылечим возможно стоит сейчас закинуть последний последний хавчик дополнительный чтобы быстрее выздоровели ну короче дополнительные паки выделяем потому что еда есть кашлят гады и скоро у нас будут проблемы с отоплением среди по всему ну тут мы задеваем хорошо там приемлемо да уже жилые дома хорошо сейчас обогреваются это радует возможно стоит вторую лесопилку построить потому что мне кажется что не если что я просто привет лапс шахты бы заполнить копаем уголь плохо да 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 там не полностью закинули все автоматон возвращается один день 17 часов экспедиции 11 часов вторая экспедиция демонтаж во всю мы решили проблему друзья с бездомными проблему с голодными товарищами отправляются охотники на на осталось только 10 больных но мы закинули с вами и лазарет еще делаем тяжело больных закон можно новый принять закон утренний сбор бригадир назначение ответственного за производство позволит максимально повысить эффективность труда повышает на 40 процентов не 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 сторожевые посты что мир и порядок после введения этого с любым кто угрожает разогнять протестующих недовольств нам нужна надежда друзья надежда может мы тогда пойдем именно в адаптацию посмотрим где здесь надежда можно дом удовольствия например надежда немного упадет недовольство снизится навсегда продленная смена детский труд легкие работы надежда опять упадет по похоронная церемония уровень надежды падает вдвое с при смерти протеза особо нет сортировка больных опять надежда уменьшится что же вам нужно то ребят ладно давайте все таки попробуем попробуем в цель и здесь именно сторожевые посты потому что от них три ветки то есть мы со сторожевых найдем центр пропаганды тюрьму патруль сторожевый пост поддерживать мир и порядок в городе недовольство вырастет два сторожевых поста разгон протестующих короче диктатура пойдет сейчас у нас да если нечего скрывать нечего и бояться отлично Так Может быть сделать Давайте исследование Ускорим Потому что хочется Поехали, скоро похолодание будет Что-то угля маловато Может автоматону сюда сподрядить Да, давай, короче, отсюда автоматону уберем А сюда отправим Может он может круглые сутки работать Постройте и укомплектуйте Два сторожих поста, совсем забыл Так, сторожевые посты в порядке Сторожевой пост, древесина, сталь В домах поблизости А, это вместо текущих Раз Два и три я сделаю Так, вот сторожевые Это апгрейд текущих, видимо С надеждой беда Двадцать коллег уже Так, ну построим кое-как Уголь Уголь добывается, вроде бы Все тлен Да-да-да, тут просто Просто как-то все очень Очень тяжело Надежда не возрастает нормально То есть, вроде как Мы решили основные проблемы Но О Строжевые посты построены Это надежда растет Посты построены и укомплектованы Для поддержания порядка в городе Не все рады нововведению Но большинство жителей поддерживают Ваше решение Ой, хорошо Надежда сильная Изучена технология лазарет Прекрасно И Термоизоляция Теплиц Нет, можно тактика охоты сделать Что меньше людей у нас на этом О, а можно паровую лесопилку сделать Мне как раз сейчас нужно Думать над второй лесопилкой Она эффективнее Сто двадцать Восемь с полтора Заэффективнее предыдущей Да, давайте паровую лесопилку Бах Лазарет Логичнее его делать в тепле Логичнее его делать в тепле Ну ладно, если что, подогреем А, там все равно хватает Термоизоляция у нее плюс два оказывается Все Недовольство Гасанюм Надежда увеличивается Обещания выполнены А, и сто шестьдесят два человека Живущие возле дозорной вышки И стражевого поста Тоже хорошо То есть надо все-таки компоновать Строение Очень кучно Для Для жилья Ну, чтобы можно было строить Как раз вот стражевые Правильно Вот сейчас три стражевые Прикрывают хорошо Уголь постепенно кончается Дерево тоже подходит к концу Ну, мне сейчас скоро Принести должны Там много всего Двести дерева Два ядра И еще семьдесят проглотов Ё-моё Ладно, шестьдесят Приблизительно Количество больных Постепенно уменьшается Но сейчас наступит холода И придется, наверное, Жечь угли Как Да, придется Лондонцев двадцать четыре Надежда все-таки Возрастает Может, еще после лазаря Эта надежда увеличится Давайте пока Я сырая еда Я там Немножко конвертну Сырую в нормальную И давайте уже спать Два часа ночи Уголь заканчивается Через два с половиной часа Вернется экспедиция С бонусами Со всякими Надо вторую смену Бахнуть И уголь Сейчас начать Добывать Что произошло Люди вновь Обрели надежду Впервые Лондонцам не удалось Никого убедить Покинуть город И бежать в Лондон Люди приходят в себя После шока От известий О Винтерхолме И вновь надеются На лучшее будущее Шикарно Рад это слышать Все Тенденция нейтральная То есть мы должны Просто увеличивать Надежду Тут хорошо Дальше Верным путем Короче идем Лазарет безработников Окей Надо придумать план Надо что-то делать Все нормально Как мы будем выживать Что делать Да не паникуйте Алло Сейчас будет утренний сбор У нас 50 еды Класс И вернулась экспедиция 7 детей 35 рабочих 18 инженеров 265 И 2 ядра 28 бездомных Надежда растет Ну нам необходимо С вами опять Сделать Как минимум 3 дома Я их планирую Сделать Рядом С верхней сторожевой Потому что Здесь у нас Здесь можно На самом деле Построить Аккуратненько Так И уголь добываем Да Уголь добываем Еду Конвертируем И наступает О Ожидает Этот же Точно Так Куда тебя послать Куда тебя послать Сюда посылаем Место прибытия Дредноута На заснеженном берегу Видны очертания Громадного корабля Широкая полоса Разломанного Льда Идет от него К западу Так Еда Снова Прилетела Сырая Соточка Дороги там Постепенно Строим И здесь Ориентировочно Сделаем Да И температура Падает Блин Персональное Отопление Можно еще Генератор Сделать Там у нас Вроде Был Что это Такое Начало Рабочего Дня Так Паравай Лисопилка Нам Доступна Паравай Лисопилка Паровой Сталилитейный Паровая Угольная Шахта Как вариант Этимизация Добычи Угля 10% Всего Лишь Что мне Сейчас Нужно Будет Угольная Печь А Угольная Печь Позволит Строить Угольные Печи Сжигает В пламени До 70 Древесины Производит Уголь То есть Это Конвертируем Лес В Уголь Надо Запомнить Что есть Такая Опция Еда Да Еда Сейчас Как раз Есть Аванпост Центра Это Что Такое А Ресурсный Аванпост Вдали от Города Поддерживает С ним Связь А Чтоб Нам Не Ходить Так Далеко Разведчиками А Фабрика Автоматоны Блин Автоматоны Тоже Хорошо Они Дорогие Но Они Прям Людей Заменяют Класс И Ночью Работают Серия Модернизации Еще Есть Конечно По Отоплению Беда У нас Я думаю Что Если Если Делать То Надо Улучшать Генератор Просто Сделать Третий Тир Забивать На Вот Эти Промежуточные Вещи Там Тебе И Радиус И Все Не Давайте С фабрики Начнем Мне Нравится Фабрика Будем Автоматонов Бахать Так Дорога Все еще В процессе Производства Стоп А что Ты не должен был А у меня Жесть Паровая Лесопилка Мы Можем С одной Стороны Поставить Ее Как Дополнение К Какой Там Радиус Конский В Дополнение А может Можем Поставить Ее Как Не Надо Наверное Вот сюда Дорогу Вести Просто Куда-то Сюда Вести Дорогу Нет Из города Лучше Так Вот Пожалуй И здесь В самом Центре Очень Хорошо Зайдет Так А здесь У нас Что Добыча Сторожение Угля И Кладбище Рядышком Так Лес Есть Мы С вами Строим Еще Блин Там же Холодно Будет Три Барака И Видимо Туда Нужно Либо Паровой Ставить Сразу Отапливать Либо Ну так Видимо Надо Больных Практически Нет Ну сейчас Правда Холода Будут Прохладно Это нормально Кстати В эти Ускорения Очень холодно Но ничего Прохладно Это терпимо Плюс у нас Есть возможность Форсаж Сделать Так Надежда Возрастает Законно Принимается Автоматон Добывает С углем Давайте Заставим Работать Тут Поднимем Температуру Заставим Работать На угле По Поинтенсивнее Понимаю Что недовольство Но что ж Поделать На кухне Проблемы Холодно Ничего У нас все равно Есть где лечиться Поэтому пусть Пусть лечится В лазарет Накидываем еще Людей Хотя это Обсобо Не нужно Исследование Идет довольно Шустренько Так Меньше Суток Осталось До новых Йети Достраиваем Под Под бездомных Дома Раз Все Бездомных Нет Два Три Паровой Начинает Работать Обогревает Ой там Комфортно Вообще Очень тепло Вокруг Это радует И Доступна Фабрика Фабрика Фабрику Обязательно делаем Смотрим на Автоматонов На автоматоны Там стоит Что-то вроде 100-100 Там дорогие Работники Так скажем Что бы я хотел Сейчас сделать Я наверное Третий тир Попробую сделать Дорого Но Но поехали Ресурсы Заканчиваются Попробуем Сделать Фабрику Ё-моё Фабрика Пошла Ядра Есть Ай Ёлок у нас Нет Я же Хотел После дороги Еще сделать Лесопилку Улучшенную Это косяк Хорошо На нее Хватает Пока что Ресурсов А еще Улицу Не сделали А нет Сделали Уничтожить Просто ресурсы Частичным Зато радиус Здесь хороший Ладно Давай так Все И в этой Паровой Будем Будем тоже Добывать Интенсивно Потому что Ёлок Как вы видите Вообще не хватает Так Еду Освобождаем Людей Пока ничего Не готовим Дети Освобождаются Так Нормально Уголь Благодаря Ну в общем Уголь Как вы видите Не продолжил Спускаться вниз Количество Угля Поэтому нам Хватит Заканчивается День Но я вот Не думаю Что нужно Форсаж Делать Так А тут Какой-то Ивент Еще Холодные Жилища Капитан Некоторые Обеспокоены Низкой Температурой В жилищах Люди Резонно Замечают Что из-за Холода Можно легко Заболеть И просят Что-нибудь Принять Обогреем Часть Домов Пять Холодных Домов В течение Пяти Дней Десять Холодных Десять Холодных Всех Обогреем Включаю Форсаж Начинаем Жечь Уголь Тут почти Все дома У меня А вот здесь Прохладные Бараки Почему я не могу Их обогреть Сейчас Так Фабрика Стоп Не работает Закидываем Раз Смотрите Нужно Десять Стали Стоит Стали Сто Древесины Пятьдесят Угля Дно Паровое Ядро Сто Стали Сто Дерево 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 И уголь Ну вот Собственно Нужно Здесь уже Готовиться Делать Автоматоном Ранжа Не хватает Да не хватает Понятно Под эти Три Барака По крайней мере Не хватает Под это Не хватает Барак Ранжа Здесь тоже Бараки Никакие Сколько Сколько Их Там Три Барака Ё-моё Тут Надо Обогреватель Ставить По крайней Мере Ставим Раз Ставим Два Ставим Три Как же Сейчас Уголь Буду Жечь Чувствуем Работают Пока В 24 Часовую Смену Там Товарищи Тут Десятки Закидываем Рабочих Достраиваем Нет Не Не бездомных Не Голодных Практически Один человек Количество Больных Сокращается Тоже Обещание Конечно Мы с вами Дали Такое Серьезное Слабовыполнимое Десять домов Нужно Отопить Здесь Раз Два Три Здесь Будет Четыре Пять Шесть Семь Вот Восьмой Не Не Отопится Ладно Давайте Уж раз Раз Обещал Блин Стали Нужно На него Ресурсов Только нет Да С ресурсами Есть Проблема Добить Чтобы Дамаг Температура Была Не ниже Отмета Приемлема Два Из Десяти Тут Как раз Счет Идет Сейчас Посмотрим Как раз Вот там Еще Достроится Сейчас Паровой Пять Шесть Семь Где-то Еще Три Дома Блин Три Дома Холодных Вот Барак Прохладный Гад Может Его Разрушить Еще Один Барак Может Поставить Новые Просто Бараки За Место Старых Ну там Где Заведомо Отопление Есть Хорошее Достаточно Дерево Уже лесопилка что лесопилка там же все равно сейчас у нас вечер ночь точнее что это не запеку отправить людей может но это не срочно может не стоит советы давать ну ты же просили спойлерастов спойлернов советчиков в мысль шоу дэй уже писали сейчас только банов выдали дайте мне самому поразбираться в игре а может быть стоит надпись на стене капитан кто-то осквернил стены надписями об ужасной судьбе это вызывает беспокойство все и так боятся что мы разделим участь в интерхома у страха глаза велики пусть стражник сотрет надежда немного упадет немного упадет давать плохо то что я не обогрею 3 дом дома если только но если у меня день будет кажется мне двое суток дают на на все про все соответственно я должен должен успеть в двух лесопилках там понабирать а почему я не работаю сверхурочно в этой лесопилке поехали пофиг на недовольство мне главное выполнить задание так 8 домов уже осталось до топить вот он прохладный барак мы можем стать его удалить просто 10 бездомных раз нет барака нет проблем и вот у вас так выходим на улицу закидываем людей на кухню и строим сейчас пару бараков все и таким образом после того как мы их достроим рядом с паровой у нас должно быть все уже ок так можно принять новый закон давайте посмотрим что у нас открылось после а у нас же реально внизу открылась еще центр пропаганды тюрьма или патруль патруль поддержание порядка и спокойствие крайне важно для длительного выживания каждое использование будет снижать недовольство каждое использование будет немного повышать надежды нет пока нужно тюрьму можно построить облава в тюрьме для поимки нарушителей заключенный откажется от ложных убеждений центр пропаганды чтобы дела шли хорошо нам нужно знать о чем думают люди распространять новости которые мы хотим сделать достанием публики центр пропаганды повышает надежду показывает подробные сведения об источниках недовольства вот хочу посмотреть наверное люди станут счастливее более управляемы конечно интересно сколько он там стоит где 30 древесины и 10 стали но сейчас уже можем бахнуть его центр пропаганды так доделали один барак 9 из 10 сейчас доделается еще один барак и мы выполним задание в общем от этих так выключу пока я генератор а то слишком много угля жем автоматом то 24 часовая смена но все равно угля не хватает а потепление не видно кстати впереди все нет придерживайте домах а надо придерживать не ниже отметки приемлемо окей центр пропаганды в процессе лондонцы в процессе блин а уголь то заканчивается угля то нет угля нет я из-за вот этих вот всех блин из-за топительных тем я пожег уголь нифига си сколько паровые центры охренеть ну это гг ну это гг я думал там он ну чутка этот не стоит отменять блин как же нерациональные нерациональные блин лучше вокруг текущего одного парового центра там напихать бараков ну мне просто сейчас оба заканчивается и до свидания реактор гаснет еще где-то обогреватели блин работают а как посмотреть где работает обогреватель а вот здесь так обогреватель работает на угольной шахте включаем обогреватель 1 в санитарном пункте отключаем обогреватель 2 а он не работает в принципе если так да ладно добычу надо снизить повысить расход снизить где-то соточка туда-обратно потому что через 13 минут все закончится а это прям проблема а это прям проблема а ты с чем возвращаешься кстати у тебя чисто случайно угля не было нет вообще из другого места этого тоже тоже пошел вперед ну то есть он не назад возвращается ресурсами и если надо человек халтурит может еще на угли на какой угли ты же не можешь так просто угли собирать месторождения нет сталь сталь уголь уголь и можно заменить автоматона на самом деле на день по крайней мере потому что рабочий будет добывать эффективней местор но глядишь поможет обещание нарушен вы обещали что без печи людей теплом он не сдержали надежда падает недовольство растет разведчики достигли цели горячий подземный источник нагревает несколько водоемов и они не замерзают пятна морозостойкого лишайника украшают камни рядом с ними похоже тут неплохое место для укрытия жизнь ценой деградации мы встретили беженцев из винтерхоума у источника питьевой воды выглядят они неважно а еще полностью безразличны к судьбе своего города на вопрос о том как им удалось избежать голода отводили глаза и бормотали что-то о поедании лишайника отправить их в город продолжаем морозную рощу не а тут можно а все равно уже чё я снижаю а их можно выключить просто до генераторы да все пофиг удобно кстати но нарушенные обещания это вообще такой удар так что у нас есть улучшение генератора увеличение радиуса генератора втрое больше угля если эта настройка активна все равно ты экономнее чем вот так вот пихать всякую хрень давайте попробуем потому как они отводили глаза в городе тебя будут каннибалы да 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 более надежда такая печальная на центр пропаганды сейчас правда достроиться но я теперь буду знать что нужно брать на себя ровно столько ас обязанностей сколько ты можешь потянуть с запасом причем потому что так а чё-то нигде не работает что ли пес а ну да он не должен работать сейчас он на угольную шахту после окончания дня пойдет но зато сейчас у нас уголь уже все уже вовсю понимаете да ладно не буду я ждать управляю автоматону пусть пусть добывает да разведчики достигли дредноута древесина стали паровые ядра здесь видны обломки огромного корабля подо льдом находятся лишь гигантские келевые доски рельсы ведут на юг свет на юге мы обнаружили лист обшивки прибитый камнем на нем выбито следующее в 1886 году экспедиция американского американцев на судне гефест прибыла сюда в поисках убежищ от глобального обледенения да упокоит господь души наших сограждан со второго корабля прометея который сгинул по дороге сюда теслаград приличное количество ресурсов собрали блин я пожалуй вернусь город мы потому что можем автоматона еще одного сделать на эти ресурсы а принципе мы уже и сейчас можем сделать автоматоном посмотрите сколько 100 стали 100 древесины 50 углям паровое ядром и пошел делать автоматон хорошо автоматон да пух привет 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 так убираем из хавчика людей лесопилка круглые сутки сталь тоже добывается весьма и весьма активным заканчивается рабочий день очередной блин но надежда у меня колоссальная конечно растила а где этот центр пропаганды вот он же почему я сюда народ не построим благодаря центру отслеживать настроение людей влиять на них и надежду сразу поднялась центр пропаганды ребята все голосуем за бобра этот знак наполняет наши сердца гордостью порядок превыше всего за фиву за православие порядок поцарается в нашем городе великолепно пусть флаг бобра всегда реет над нашим не успел прочитать до конца кайф все надежда поднимается увеличивается некоторых удалось убедить лондонец говорит с толпой он пытается напугать всех чтобы как можно больше людей присоединилось к лондону к походу в лондон но слушатели остаются глухи к описаниям ужасов ведь им нравится положение дел в городе так пусть говорит пусть говорят количество лондонцев возрастет плюс 13 прогнать оратора количество лондон немного возрастет 6 разогнать толпу недовольство возрастет люди могут пострадать нормально разогнать толпу ты деспот это были мирные люди как можно с нами так поступать просто потому что мы кого-то слушали слушай но сейчас вы просто стоите слушаете какого-то придурка на площади а потом пойдете в старе стрелять боже бобра храни тут тут блин какой деспот а заходим центр пропаганды разведка у самой острая проблема может вынудить людей взбунтоваться в ближайшем холодное жилище ничего мы сейчас исследование сделаем и уголька подкинем в топочек и я а тут тут и так у нас сверхурочные люди работают может еще уголь поставить месторождение 1 все делаем дорогу делаем еще одну добычу угля завод по добыче угля он вообще анлим там 10 тысяч единиц здесь просто работой больше ничего не нужно форсаж не делаем к сожалению заканчивается угли у нас и здесь причем люди добывают так ты ожидаешь забыл тебя забыл горе тебе на некоторых деревьях впрочем глубоко нацарапаны кресты вокруг них мы обнаружили разбросанные кости погребенный стыд осматривая деревья отмеченные крестами мы обнаружили под каждым неглубокую могилу у покойников отсутствуют большие куски плоти а на некоторых костях есть следы медвежьих когтей от трупов были отрезаны куски теперь мы знаем как выжившие у источника спаслись от голода мы не будем трогать могилы но можем срубить деревья получить древесину 228 229 древесины до 28 выглядело лучше ладно давай домой лучше вещей так вот что там в центре пропаганды а листовка есть древесина в каждый дом будет доставлен листовка с узнать что по одержанию порядка да вообще легко людям необходимо напоминать ежедневно что мы выживаем только благодаря порядку генератор отключается да да блин а что мне там по потреблению неужели я перестал паровой центр генератор добыча расход мне срочно угля вот сейчас мне люди заболевать будут генератор отключается так короче мне нужно угольную шахту сделать доделать ладно больные вроде как еще достаточно ресурсы пищевые пай пайки а еды еще нет кайфулечка а как так охрана улиц сэр пьяные мужчины нарушали покой толкали друг друга выкрикивали непристойности фонтеплар подержал говорит у тебя две проблемы не хватает угля топить печь и лондон спрограмм решить обе проблемы сразу ты же добрый правитель толкали друг друга выкрикивали непристойности и приставали к женщинам на улицах стражники вмешались и приструнили пьяниц пока никто не пострадал надежда немного взрастет недовольство слегка упадет надежду увеличим конечно чуть-чуть а вот подробно обещание выполнено пропаганда листовки благоприятное решение общение нарушено временные модификаторы и вандализм лондонцев ясно блин а как я так без хавчика то остался а теплица не работает из-за того что температура там хреновая вот чем дело поэтому я 30 еды лишился еще один акт вандализма лондонцы снова замарали стены призывами покинуть город вместе с ними некоторые надписи даже содержат насмешки над вами там сказано что тощий безвольный майкер не способен править людьми и делать то что нужно для их спасения ах ты пёса пусть стражник сотрет более что же делать-то я включаю генератор начинаю опять сжечь нещадно уголь которого и без того не хватает ненадолго надаем тепло ополченцы избиты капитан дружинники стиравшие надписи лондонцев подверглись нападению надо что-то делать для защиты наших детей пусть стражники охраняет город приказать стража нести ответный удар не хочу разжигать надежду возрасту как короче надежду надежду величию где может быть надо было в замес полезть ладно друзья уже пять часов сейчас пойдет нормальная добыча закончился ресурс уголь да я слышал блин чаще проглоты придут а как же этот накосячил то так листовочки не забываем ждем хавчик будьте бдительны лишь закон и порядок когда понятно да короче наступает потихонечку утро а у меня же автоматом будет второй еще не скоро а вот чем не не хватило то угля возможно из-за того что 50 угля и на автоматом хотя тут построилась только на четверть там 14 не то потребление ладно в любом случае надо сейчас хавчик с хавчиком решить проблему это раз это два они работают по причине ладно может одного одной кухни хватит нам здесь добываем уголь здесь добываем уголь здесь добываем уголь начинается день три еды в час хорошо теплица работает парочка голодных еще милюзгаскар придет 27 человек мне же их надо опять кормить блин притащили дерево стали экспедиция вернулась в город отправляем ети сюда пожалуй в теслаград на самом деле на на лес мы можем сделать сейчас а у нас забит полностью склад может быть уголька добавим еще добычу сделаем а где я могу ее сделать уже нигде получается то есть у меня три шахты их скорее грейдить надо ладно давайте автоматом как раз сейчас придет мы на второй на вторую угольную шахту его подрядим вот он доделается по хавчику все настолько печально капец может делать тогда еще одну теплицу я понимаю что холодно мне придется ее как-то обогревать мне реально хавчика не хватает сейчас еще новые люди придут я задолбаюсь там генератор отключается включаем генератор на второй уровень мощности сейчас доделается радиус генератора еще да надо сейчас углем затариваться чтобы я смог спокойно третий круг отапливать и добавлять вот по контуру новые здания что да все готов генератор но блин под него мне нужно еще на треть больше тепла поэтому ресурсы и уголь паровая угольная шахта вот что мне нужно используя силу пара шахт добывает до 600 до 600 там 240 хочу то что нужно то есть тепло это основа будет тепло будет будет хорошо так построенный у нас появился недовольство падает появился еще один автоматон я не знаю куда его подрежать пока что если честно наверное все таки на угольную шахту но 14 добывает да здесь 24 эффективность конечно у него добыча низкая то есть его в какой-нибудь пассивный режим до отправить давай стали литейный отправляем а нельзя топить вновь пришедшими людьми какие же вы злые то ёпрс это так давайте-ка мы дороги построим потому что мне кажется что что пора выстраивать следующий контур ну пытаемся тут просто пытаемся очень неправильно все выстраивает что кстати такое то можно что-то построить было еще улицу пожалуйста есть эти хорошо будет ладно то есть по плану хавчик пока есть ой будет существенно температура снизится через четыре дня точно уголь и скорее всего следующие апгрейды у нас пойдут на может быть тоже на на отопление может кухню разобрать не нравится мне то что ну мне хватает одной кухни на самом деле в крайнем случае будет работать сверхурочно все разбираем тут поставим там дом какой-нибудь или еще что-то какой прогноз погоды ну он смотри там вперед температура существенно снизится скоро так ладно у нас уголь начинает скапливаться это очень хорошо исследование угольной шахты позволит нам заменить одну-две максимум там три шахты и стрелитейка тоже есть отличным я думал теплицу бахнуть мы его 10 тоже бахнули не работает давайте отапливаем ее персональненько так а пропаганда я же могу отправить не не могу отправить может протезы еще кстати сделать в общем центр пропаганды работает разведка сообщает что жилища холодные и может быть стоит после исследования сразу третий контур сделать может изучить в инженерках на изучение инженер 24 да кстати это хорошая идея поехали раз что сейчас исследования очень важны пофиг на недовольство холодные жилища капитан некоторые обеспокоены низкой температурой жилища люди резонно замечают что из-за холода пять холодных домов в течение давай пять в течение не обогрею всех все дома одиннадцать ой дурак бобер я рассчитываю на то что сейчас контур по это самым увеличим раз и если не по я зря опять взял так там было одиннадцать и два разница два дома обогреть или одиннадцать дурака зачем я это делал опять погоре же конец автомата угольного но угля с запасом сейчас доделается исследование я контур по это самым увеличим хотя я уже могу а не я не могу я не могу третий уровень мощности почему я думал что я могу знаешь там только паровая шахта ёпы рассоты а третий контур я то не не исследовал а нет радиус есть радиус я сделан но только улучшение генератора попробуем делаем сейчас добычу угля паровая угольная раз паровая угольная два все и одиннадцать домов обогреть вообще кайф раз два три или поставить все таки обогреватель один сюда раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять короче тут нужно поставить несколько домов нет давай начнем с технологии паровой центр раз дальше дорогам два три тут еще пара бараков одиннадцать домов еще что найти нужны или снести холодные дома еще там барак наверху мне надо выстраивать новые бараки вот здесь вот и бахать в них обогрев раз два три четыре и вот десять пять шесть семь твое налево что же я творю то опять твое налево что же я творю то опять еще один паровой сюда как мы это сделаем это ночью зачем тебе на три дома четыре обогреватель в смысле там почему какие четыре я здесь еще достроим так едете через час бараки начинаем демонтировать раз на те которые заведомо не обогреют вас вот если удастся вот это вот все за семь из одиннадцати обогрет уже вот если вот достроиться уже будет как раз тут плюс четыре плюс пять вот ночью строим экспедиция вернулась елки принесла и мы отправляем ее видимо в интерхолм и старый обогреватель выключил он не сломал можно было включить не строить новые но с другой стороны новые они конечно лучше новые конечно лучше болеют люди так придерживать поддерживать тепло в домах я я построил двое суток поддерживать до похолодания мы можем справиться слушайте я хочу сюда автоматона в паровую угольную получил он достижение какое то что там люди поддерживают стражу сэр людям больше нет дела до надписи лоданцев кое кто начал приносить горячий суп стражникам тяжело смотреть как они патрулируют улицы в такой холод надписи сумасшедшие трусливые бредни вот и все рад ты слышать надежда мой компас демонтируем а что у нас по добыче угля сейчас плюс 600 плюс 600 на паровых надо автоматоны из угольной шахты убрать и в паровую закинуть в одну и в паровую закинуть вторую ну что мне в первую очередь нужен погиб один наш человек ну как так ну самоубийство поэта сэр один из наших жителей совершил самоубийство в свободное от работы время он писал стихи о потерях страданиях и смерти надежды центр пропаганды развернул компанию против него чтобы защитить людей от вредного влияния нас могут обвинить в его смерти если только мы не обставим все так будто он напился до смерти сделайте это и сожгите стихи держитесь подальше обставляем дичь так ну что улучшение генератора готово аааа повышение эффективности генератора меньше потребления угля но не уверен что это нужно а что у нас на третьем тире открылось еще а вот автоматонная эффективность модернизация протезов модернизация автоматонов меньше древесины и стали и интеграция автоматонов позволит улучшить интеграцию увеличивая эффективность на десять процентов возьму поехали так а хавчика то нет так ну задача какая поддерживать тепло у меня правда опять блин уголь на нужно сплотиться и работать вместе с беда закон принят центр пропаганды появилась агитатор громко говорите спорженные нужным образом напомнить жителям о важности работы и повысить эффективность труда повышается эффективность рабочих мест поблизости поблизости три агитатора можно построить древесина сталь копье или клятва верности и выход куда-то идет клятва верности все ошибаются но можно дать шанс исправиться если человек согласился помочь нам людей принудят подписывать клятву верности после чего они станут тайными осознанителями это даст постоянный бонус надежды и недовольство растет закончился угли они хотят что они хотят чтобы мы стучали друг на друга не буду надо сообщать о преступлениях но этот закон уже перебор блин как же мне не хватает угля возвращаются у нас охотники начинается новый день и 36 в час управляем рабочих сюда блин ладно сейчас мы должны вроде как вы выбраться по добыче угля добыча угля 2к расход 1100 а видимо половину прошлого дня мы потеряли с делаем модернизации угольных шахт все теперь понятно точно совсем забыл что там 10 часов до работает работать самая стра проблема люди спокойны кстати потребности жители удовлетворены это радует так новая ну при при притащили еду это хорошо конвертируем ее включаем генератор на вторую мощность я щас буду буду все-таки у меня вообще нужна вторая мощность мне же радиус нужен а мощность особо не нужно на третью мощность оставим на похолодание просто и все может склад бахнуть с углем и мы его скорее должны к похолоданием немножко подкопить складе осталось мало места кей можно бахнуть склад конечно же добываем руду он там уголь пошел добываться прекрасно может нужно будет при похолодании да 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 я понял автоматом я пока делать не буду что одно ядро осталось там надо будет построить что-то ценное не смогу вообще по хорошему нужно днем добывать детьми например уголь а потом ночью роботов отправлять пока дети будут спать когда на сайте появится кнопка позволяющая доносить на других пользователей на есть вообще пожаловаться кнопка с профиля если вы считаете что человек нарушает права правила сайта то ваши права то пожалуйста так надежда к сожалению возле дозорной вышки стражевого слушайте так эффективность автоматонов возросла может быть вышку сделать рядом с новым поселением слева наверху оптимизация добычи угля вряд ли механизация лазарета меньше инженеров дом можно сделать уютные дома защищенные от непогоды видим еще плюс 1 или пром теплицу сделать в два раза эффективнее обычный два ядра нужно не хватит чтобы ее сделать на давайте я еще оптимизирую добычу угля на 10 процентов что-то мне не нравится больным можно еду раздать ну хотя их так не мне скорее еда закончится блин а здесь не хватает видите теплица не работал уголь копится хорошо подходит холодам что-то я забыл что-то хотел сделать не помню что склад построить хотел склад 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 ресурсы пост добычи складка ресурс увеличить вместимость хранилищ для выбранного ресурса может протез сделать людям можно там 20 коллег а я хотел сделать рядом с хижинами здесь строжевую строжевой пост хотел здесь сделать отличное решение было левее его ставить потому что здесь уже есть один строжевой пост здесь 2 на группу и здесь 3 окей ладно уголь добывается со сталью тоже все хорошо через 5 и 9 часов вернутся упыри через полтора полтора суток вернутся вернутся мелкие да надежда возрастает недовольство это как раз из-за того что люди живут рядом с зазорной полетели добывать хавчик температуре все все хорошо листовочки скоро надо обновить не всем строением нужно тепло не строй все в центре да я уже понял хорошему нужно там попереносить все это безобразие ожидает пришел куда так здесь можно поставить аванпост но он будет доставлять около 150 древесины давайте отправляем отряд а как отправить отряд аванпоста то есть у нас есть винтер холм мы до него дошли и что дальше а я ему не с ним его нужно исследовать я понял да и его не исследовал как же давайте сопровождите сопроводим выживших аванпост я действительно не исследовал изучение мира скорее всего да вот аванпост центр то есть он просто пассивно будет нам прибавлять да хорошо уголь скоро того да работать остались только только автоматоны и то как бы наверное нужно уводить его отсюда и отправлять добывать уже другой ресурс просто потому что ну ну не помещается мне здесь уголь причем еще есть двое двое суток до того как придут еще более серьезные холода люди лечатся недовольство минимальное форсируется а хавчика не хватает хавчика не хватает а можно сюда автоматона отправить да ладно автоматон будет в теплице готовить еду так недовольство возрастает кража древесины кто-то украл 70 древесины со склада говорят это лондонцы делают запасы для своего путешествия похоже их безумная идея отправиться в лондон набирает популярность так пробуем поймать стражники справились задачи вернули да заполнила заполнил нас там древесиной так давайте еще листовочки отправим надежду увеличиваем как же хорошо работает центр пропаганды прям загляденье акт вандализма еще один законопослушный гражданин сообщил о молодых вандалах у центра пропаганды они написали проснитесь люди большими буквами на стене этого здания что нам делать наказать виновных уничтожить записи еще надежду увеличиваем ничего нормально автоматон работает хорошо еду добывает молодец так ресурсы есть ой этот же ожидая забыл теслаград современный город с тщательной планировкой высокая башня испускает молнии образующие купол которые отражают снег никто не вышел поприветствовать вас исследуем неукрощенная молния сильное тело и быстрый ум не убоятся холода гласит надпись над входом в теслаград высокую центральную башню окутывает синее сияние электрических разрядов укрывающих защитным куполом весь город но что-то пошло не так повсюду на улицах обугленные тела а воздух прописан вонью горелой плоти мы заметили молнию ударившую из башни в здание и оставившую в крыше дыру так рискнуть войти держаться подальше разведчики постараются отключить электрическую машину осмотреть окраины я лучше осмотрю окраины мы не осмелились войти мы осмотрели окраины теслаграда похоже в городе нет выживших но может кому-то и удалось спастись так а поблизости рыбацкая деревушка может там будут подробности это небольшая деревушка на берегу скованного льдом моря заметно отражение неужели вода не замерзла поехали премию выписать говорит отдела пропаганда блин а надежда у нас вообще прекрасный так окей еда потихонечку потихонечку добывается уже 6 утра скоро подъем мы пережили еще одну ночь вперед ребят у нас еще много дел да 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 не отчаиваемся друзья так прилетели эти охотники давайте руду добываем здесь тоже был автомат он отправляем сюда в лесопилки особо не подобывать ноки у нас 100 единиц сырой еды может быть бахнуть еще как раз этих теплиц а мы же с вами вроде как хотели улучшенные теплицы доделать да пром теплиц на них типа ядра нужны мне их не хватает поэтому я не стал делать что они не сырой еды в день не можно сделать хижину охотника как бы люди у меня все равно есть стоит копье как я отвратительно строю но что ж поделать так мне кстати челлендж скоро должен закончиться поддерживать температуру надеюсь что он закончится нормально и мы не потеряем надежды изучена технологии оптимизация добычи угля 10 процентов плюс механизация лазарета нет дом пока нет пром теплица возможно но может четвертый тир вроде хватает лес есть это и давайте четвертый тир сделаем выбора больше будет на исследование может охотничий ангар лучше чем хижину возможно посмотрим сейчас так уголь у нас уже в капе мы больше добывать не можем когда там обещание то мы выполним сколько осталось 16 часов окей надежда растет недовольство так себе но очень низкая достраиваем охотничью сразу туда закидываем людей чтобы тридцатку принесли еда есть потепление будет на два уровня после серьезного похолодания там мы достаточно угля накопили для того чтобы пережить похолодание сразу закидываю сюда народ 1 раз закидываю сюда народ 2 8 человек правда всего лишь уберу пожалуй даже не знаю наверное с добычи угля уберу рабочих потому что его реально перебор закинем сюда смотрим что у нас по отоплению держимся прохладно но нормально окей на третьем на следующем уровне может нам даже исследование а ванпосте хотел сделать блин хотел же в исследовании мира аванпост бахнуть ладно уже поздно быстрые отряды аванпостов что там еще будет ладно посмотрим ого мишкер за пять минут перекуры скопиру гляда упор ну это долго он что не курил на самом деле у нас еще минус вся минус все недовольство о мы достигли рыбные этой деревушки так не замерзает небольшой участок моря из-за горячих источников американцы воспользовались этим и основали поселение рыбаков сейчас тут все пусто это поселение рыбаков раньше снабжало теслаград едой название слабакам тут не место обыскав его мы нашли письмо майк не возвращайся в город тесла обезумел он изгнал всех коллег и больных в том числе родителей джерри и старушку бет скоро прольется кровь это точно поселение полный порядок мы можем послать сюда отряд начать рыбачить вот еще еще сюда аванпост нужно поставить послать разобрать два ядра много ресурсов возможность построить аванпост просто дворе два ядра берем не трогать поселение все ледяные стены исследовательской станции следуем дальше так ты через этих возвращаешься поселение на самом деле можно отправить тебя сразу же недалековато идти туда а сколько тебе надо будет возвращаться чисто по времени сколько 13 часов может быть тогда мы остановим это исследование и сделаем аванпост и пошли мы его назад поселение сразу сделать а мы не можем пока это в прогрессе нельзя останавливать ладно тогда точно не не будем ну что друзья все вроде под под контролем так базовым что у нас там исследуется не помню я какой какой закон пытался принять тоже вроде на надежду а там новый порядок а клятва верность вот а у нас закон сразу принимается соответственно а вот будет доступен новый порядок при установлении нового порядка все кто выражает сомнения будут считаться предателями послушание и фива высший добродетель без которой город не выживет те кто не следует общему пути останутся на обочине надежда больше не проблема будет организовано место публичной казни ёшки матрешки куда же я зашел то а может реально склад построить давайте склад попробуем построить ресурсы два склада делаем ну в один под уголь точно там глядишь еще под под деревом что у меня как бы лесопилка не работала долгое время потому что кап уголь тоже в общем при желании можно и а ты че стоишь то что это изученная технология что да технологии четвертого уровня во первых можно посмотреть что по приказам я не хочу что-то новый порядок потому что я хороший правитель у меня все в порядке с надеждой тюрьма облава может тогда мне вообще цель убрать и в адаптацию перейти сделать похоронную церемонию но у меня никто не умирает практически никогда двойные пайки для больных протезы о протезы можно да протезы сделаем у нас как раз 20 человек новый чертеж все доступно в фабрике окей я же гуманный правитель правильно так четвертый уровень технологии доступен во первых есть бонусы по автоматону но я для начала ванпост сделаю потом уже будем смотреть что там дальше можно сказать что мы так вернем коллегам жизнь да 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 протезы дорогие но для многих они просто бесценны у нас 20 человек коллег понимаете 20 коллег коллега коллега вот а здесь видите не сейчас склад мы доделаем уголь уголь выбрали все складируем уголь все в два раза больше стало появилась возможность хранить сколько стоит склад ресурсов 40 20 окей центр технологии в процессе а здесь выберем наверное все таки древесины это второй ресурс который чаще всего необходим и соответственно возобновим добычу того же самого дерева а у нас уже пол девятого как то я не заметил что рабочий день закончился рьяные осведомители вас хотят видеть работники они притащили с собой инженера которого обвиняют в предательстве он читал нам это хотел чтобы мы восстали против вас один из работников сует вам в руки потрепанную книгу проклятые дурни огрызается инженер это диккенс и я стремился научить их хоть чему-то отлично так держать вы получите трех осведомителей инженер получит травму надежда упадет недовольство усилится человек невиновен трех осведомителей ну так себе и осведомители травма надежды упадет не 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 я хороший правитель человек невиновен диккенс хороший писатель ничего там сверхи революционного у него нет да а вы можете прокомментировать нет 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 мы не будем это обсуждать так древо технологий а почему я выбрал аванпост а прогресс не идет такое впервые кстати вот я выбрал новую технологию прошло уже пара часов надо кого-то казнить ночь так это же исследование оно же круглосуточно идет нет а нет это у меня раньше круглосуточно все давайте возвращаемся к чрезвычайной смене я забыл у меня просто мастерские работали круглосуточно уже черт знает сколько поэтому нормальность да сейчас же действительно ночь а смена закончилась так можно в принципе попробовать а это что такое а протезы стоп а где мне делать протезы говорили что в мастерской подскажите пожалуйста а на фабрике а точно там где автоматоны вот они протезы по чем десять стали да нужно не меньше одного одного работника давайте четырех отправляем закрыто в это время суток мне особо и работники то не нужны если честно зачем я этот закон принял черт его знает так исследовательская станция дверь исследовательской станции снесена с петель внутри видны следы борьбы сломанная мебель поврежденные приборы лужи кроя на разграбленной станции мы нашли аудиодневник теслы вот фрагмент оттуда все наблюдаемые изменения в том числе затухание солнца не могут быть вызваны исключительно пеплом вулканов но что если землетрясение 1887 года в патагоне на самом деле было вызвано падением астероида а затем слышны крики удары и тишина множество следов идет к двери к горам укрытия в пещере так и мы получаем очень много ценных вещей и возможно сейчас надо экспедицию отправлять назад потому что уже 4 ядра 2 плюс 2 здесь и ценные вещи наверное стоит вернуться домой поехали нам потребуется сутки для того чтобы вернуться автоматоны добывают слушайте а где у меня еще один а он добывает хавчик мне кажется что это была первая ночь после того как я сделал дополнительные два охотничьих этих так поэтому может быть мне можно будет автоматона на следующую ноту ночь убрать и отправить его работать где-нибудь другом месте хотя опять же угля особо не нужен даже через сутки включим обещание нарушено это как подождите друзья температура не уменьшалась да майя новые не строил ничего там не отключал почему почему есть объяснение блин и лондонцы блин так же хорошо все было дома построил обогрел поставил до холодов смены температуры не было еще то есть она через сутки скорость аванпостов и транспорта с ресурсом вырастет бла 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 новые разведчики до 3 но пока особо не нужно мне до 3 потому что оба направления в которых я ну их два фактически только то есть я хожу хожу разве что мне будет меньше времени на ну чаще смогу туда сюда возвращаться можно еще эффективность автоматонов повысить санитарный пункт и чушь мастерские фабрики тоже не давайте наверное автоматонов до 80 процентов еще двадцаточек получится еще одна кража капитан лондонцы опять воруют они стащили 7 штук пищевых пайков со склада вообще мелочь пожалуйста все недовольны тем что лондон заставит свою безумную идею выше нужд города с одной стороны мелочь с другой стороны нельзя это игнорить отправляем стражников искать еду но блин вот этот вот опять челлендж с 11 обогретыми зданиями ладно мы его выполнили вроде как все нормально но буквально за там за час за два часа пойман за руку стражники достигли успеха они вернули украденные но что важнее поймали одного из воров теперь мы можем положить конец кражам что будем делать с вором отпустить скоро найдем куда посадить изгнать жители решат участь а чтобы сделать тюрьму я должен принять закон мне кажется тюрьмы в принципе нет и не факт что нужно вписываться сейчас в это исследование и пытаться сделать тюрьму можно конечно его кикнуть учитывая учитывая что народу у нас 300 сколько там человек что скажешь чатик тюрьма это самый топ облады облавы по кд изи тюрьмах надо кормить скорее всего не человеку нет проблем не нельзя же так гони его ну строить тюрьму будешь с полераста пусть решит демократия ладно давайте попробуем попробуем тюрьму я не знаю механику тюрьмы поэтому так аванпост центр ё-моё это аванпост центр новая а вот где не граничит с улицей ясно тогда подгоняем сюда дорогу аванпост центр насколько я понял позволит нам периодически получать ценные ресурсы из сторонних аванпостов которые мы там исследовали и можем поставить а тюрьмы у меня нет тюрьму надо собственно исследовать правильно ведь ну да на крови на стене да то есть в порядке нет в технологии нет мне кажется оно было в приказах и я игнорировал тюрьму дом удовольствий детский труд или все таки в порядке она бригадир патруль тюрьма да вот она новая постройка тюрьма те кто угрожает стабильности жизни в нашем городе окажется за решеткой ради общего блага конечно же тюрьма новая возможность облавы тюрьма для поимки нарушителей недовольство немного усилится нужно будет построить тюрьму ладно хорошо это следующий приказ который мы указ точнее который мы издадим так с едой уже вообще проблем никаких нет единственное можно кухню заполнить вторую потому что не успеваем мы подтаскивать не успеваем мы делать еду а я кажется прошлую кухню уничтожил вообще ааааа ладно поехали так уголь есть лес есть все замечательно поехали в первые количество угля перешло через косарик экспедиция полтора часа не помню это возвращается нет это не возвращается вот эти вот возвращаются это куда-то идет не помню куда так тюрьма не не тюрьма ааааа мы достигли вот этих вот мелких там дети и 15 рабочих и типа их сопровождаем так скорость возрастает они быстрее придут но сейчас нам придется видимо с бездонными хотя нет хватает домов для того чтобы для того чтобы не давайте этого пошлем лучше направо да давайте лучше его пошлем сюда что я не уверен что вообще нужно экспедицию именно по отправлять для того чтобы аванпост построить поехали нормально вроде все еды в достатке похолодание ждем запасы угля колоссальные просто листовочки работают все хорошо можно еще одного автоматона сделать тем более у нас они грейжены а протезы же я хотел забыл совсем протезов 19 штук если хватит стали хотя опять же выбирая между протезированием и автоматонами лучше конечно сделать автоматоны ну а он круглосуточно работать может а мне и так людей хватает вполне я бы если честно избавился бы от лишних так ужасные новости сэр на одной из фабрик случилось кошмарное происшествие почти все работники погибли нужно ли нам скрыть произошедшее и сказать всем что они что они отправились в срочную экспедицию а что 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 там так будет лучше для всех сказать правду ну вроде как в таком случае негатива нет я хочу узнать что будет если надежда очень сильно падает 6 человек погибло так так у нас во первых я не сделал этот чертован пост слева потому что подвел дорогу а он пост не сделал дальше автоматонов мы улучшили новые разведчики и до трех да давай новых разведчиков три сквада делаем их ставим древесины и сталь необходимы ставим аванпост и докидываем рабочих сюда добыча идет еда есть кстати можно склад построить с едой ресурсы склад двадцатку стали стоит стали маловато ну хотя маловато скорее всего из-за того что я тут автоматоны пилю так новые листовочки можно выпустить некоторых удалось убедить лондоне сговорит с толпой он пытается напугать всех чтобы как можно больше людей присоединилось к походу в лондон но слушатели остаются глухих это уже был такой ивент разогнать толпу как можно с нами поступать просто потому что мы кого-то слушали но опять же мне не хочется чтобы увеличилось количество диссидентов опять вылетаем мы за едой и сейчас должны приходить уже холода угля очень много куда опять надежда делать да сработал ивент что я типа не продержался двое суток с обогретыми домами хотя вроде все шло ровно и никто не подсказал ну то есть не сказал почему такая вот хрень произошла все было хорошо а вот там буквально незадолго до окончания ивента ничего не происходило то есть не уменьшалась температура я ничего не строил ничего не отключал генератор работал как обычный бах вы не выполнили обещание и надежда падает сразу же просто сразу же ну не надо было в любом случае брать на себя так много надо было там брать два домика и все так экспедиция вернулась лес сталь и четыре ядра отправляем товарищем давайте его вот сюда отправим о аванпост центр отряд аванпоста требуется десять рабочих для того чтобы для того чтобы ну чтобы собрать аванпост и и показывает куда я могу отправиться так здесь у нас были елки давайте в интерхолм собственно этого товарища можно на самом деле уже куда-то но сюда не отправляет да здесь мы везде были можно тебя отправить скажем вот сюда вот ну потому что вроде аванпост сам справляется окей дальше нам необходимо кого-то послать вот сюда вот возможно это будет автоматон который мы должны вроде как сделать а давайте сверху ручку бахнем и доделывать его быстрее автоматона вроде ресурсы на это есть вполне да с запасом потому что ну нужно заменять людей больше сейчас не становится а потребности возрастают поэтому пусть лучше пусть лучше роботы будут еще одна кража капитан лондонцев опять ворует они стащили 28 пищевых пайков пытаемся найти стражников постигла неудача не удалось поймать опять же это это мелочь в плане и один человек погиб убийство на посту одного из стражников до смерти избили во время преследования лондонцев мы поймали одного ворон но он не убийца блин я ж тюрьму еще не сделал что с ним сделать изгнать отпустить взять под стражем изгнать короче приказ новый через 11 часов у меня вроде есть время на тюрьму 2 дня автоматом доделываем сажаем его добывать и сейчас температура должна десятку опуститься все отправляем автоматоны сюда попробую сделать еще одного автоматона мы должны быть благодарны за то что есть будьте начеком помните нельзя пренебрегать так а сможем ли мы отправить еще один а издание нельзя отправить еще одну экспедицию то есть пока пока тот аван пост не не построился мы не можем я понял ладно друзья вроде вроде живые еда есть а а не работает все минус 55 врубаю третий уровень мощности минус 60 везде прохладно где-то очень холодно включая выборочным отоплением отоплением попробуем попробуем его включить вот другое дело сейчас будут больные появляться судя по всему почему не работает фабрика написано что работает а по факту нет работает 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 не нужно обогревать автоматонов я автоматонов не обогреваю здесь здесь обогрев не включила видишь ну фабрика мне почему-то склад сделай так новые разведчики мы можем третью группу сделать если конечно блин а как это сделать то 10 родин да новые разведчики и отправляем их блин вот куда мне третьи разведчики реально тут же ничего больше нет давайте направо лучше сталилитейный обогрей построй сталилитейный 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 ну там мерзнут прям мерзнут минус 4 погода ладно да давайте во первых древо технологии давайте попробуем может быть что-то полезное выберем на четвертом тире улучшенный сталилитейный завод включение радиуса лесопилки как вариант снаряжение воздушных охотников больше еды будет но такого нет протоколы лечения быстрее будут можно загадя сейчас будет у нас только в лазарете будет быстрее лечиться почему тюрьмы мы в тюрьмы не сажаем Рустамчик спрашивает потому что нам нужно сначала приказ выпустить о тюрьмах а приказ прошлый ну короче на кд пока еще давайте быстро отряда вон постов ладно кофиг вот приказ сейчас сделаем почти 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 сделаем обогреватель рядышком потому что сталилитейный действительно там не правой центр здесь делаем еще вот здесь вот проблема с с обогревом сильное обморожение один человек лишился конечности понеслась семь человек замерзающих одному из наших людей пришлось пойти на ампутацию работа в леденящем холоде привлекся к серьезному обморожению другого выхода не было блин хоть здесь дело еще один а то сейчас дохнуть начнут а стоп не здесь паровой центр включаем его просто запасы угля есть друзья поэтому а тут автоматон тут как раз выключаем я не понимаю почему эта хрень не работает написано работает а по факту автоматон не делался требуется сталь так есть же все 84 сталь а нужно типа чтобы сразу у тебя 100 стали было я понял ну тогда есть подобываем я думаю что он постепенно отнимается а не единоразово так-то понятно да на складе осталось мало места это у нас уголь такой сталь не хватает да я понял сейчас сейчас уже 94 на соточку доберем и будет все нормально так а вот закон надо и новый нам нужна тюрьма те кто угрожает стабильности жизни в нашем городе окажутся за решеткой ради общего блага можно будет можно будет делать облавы для нарушителей те которые как раз 10 10 сталь и 30 древесины делаем тюрьму за решетку у всех кайф так и тут обогрев увеличим увеличим количество рабочих здесь для большей эффективности обогрев пошел ага а тут можно аванпост построить здесь можно построить аванпост будет доставлять около 150 древесины раз в один день построить а все то есть он его можно еще демонтировать то есть он может его можно перетащить в другое место и у нас лимит в один аванпост надо в исследовании возможно сделать ну чтобы расширить калибр ну что он справа еще так сталь закончилась здесь круглосуточно работаем делаем еще одного автоматона полетели за едой с едой у нас все вообще очень хорошо так и здесь тюрьма построена теперь у нас есть тюрьма вы доказали что ваше обещание по обеспечению безопасности и порядка не пустые слова надежда растет чуть-чуть вообще а в тюрьме подождите секундочку шантаж центр пропаганды докладывает что ценный осведомитель пользуется своим положением для шантажа мы получили от него много полезных сведений с тех пор как она подписала клятву верности но похоже она выбирает о ком сообщить а о ком умолчать в обмен на услуги ее примеры следуют другие осведомители вычеркнуть их с списка теряем осведомитель но зато такое нельзя конечно позволять так так облава тюремный надзиратель устроит облава на преступников строят тюрьму ее пошла облава недовольство возрастает это не порядок а полная противоположность почему по улицам ходят заключенные с тюрьмой что то не так сэр заключенный на свободе заключенные на свободе сэр один из наших тюрем выпустили всех заключенных что люди пугаются когда видят что только построил тюрьму все сразу свалили недовольство снижается резко может из-за того что у меня не было недостаточное количество людей в тюрьме на обслуживании стражник убит люди раз так здесь автомат он сделается я вот сюда отпущу пусть добывает и построим сделаем протезы все таки я понимаю что не хватает нам давайте круглосуточную смену раз ну мне не хватает стали пусть поработают хотя можно было опять же решить это автоматоном так потепление через сутки с небольшим да я вижу что закончилась сталь еще в тюрьму посадим отправим точнее товарищей пусть работают заключенные рабочие заключенных десять человек из тридцати а и мы типа перевоспитываем товарищей да лучше сталитейный второй так мне стали не хватает на сталитейный нужна древесина и сталь а не просто древесина не древесина и сталь конечно надо улучшить согласен тем более он так же как угольная шахта анлим то есть ты ставишь просто и легкое обморожение человек серьезно заболел ничего страшного нормальные друзья мы мы держимся уголь тратим под это самое под подогреваем спокойно только снится достижение какое-то получен непонятным так а можно сейчас сказать кстати прогрейдить сталитейный один да паровой сталитейный бах как раз достроят ну рог нормальность ну еда есть уголь есть елки сталь сейчас пособираем хорошо ядра тоже есть форсаж правда пусть правитель ведет нас это единственный путь ой молодцы бывали у трои похуже но и получше тоже нормально красноречиво а у нас пропаганда не работает почему-то из-за ожидания рабочих или из-за да работает я думал там слишком слишком холодно просто нет 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 форсаж не проспит да я уже отключил форсаж выключаем еда сырая при прилетела склад бы еще построить ресурсы склад ресурсов два а что больше нельзя а нет можно ладно оставим пока количество лондонов кстати снижается 23 человек может быть кстати это из-за тюрьмы мы же кого-то посадили кого-то поймали и там сразу помните недовольство снизилось резко пропагандируй да листовочки пошли я думаю надо еще увеличить пайки в лазаретах двойные даем потому что еда у нас есть да больным дополнительные пайки сталилитейные крутятся потепление совсем скоро все изи ну это видимо такая тестовая ознакомительная компания сейчас вроде все процессы ну базово так за всеми процессами следим уже привычка выработалась и нормально так а это у нас что такое так технологии быстро отряда ванпостов но у меня пока нет возможности второй ванпост сделать наверное имеет смысл сани с ускорителями какие-то что это такое так эргономичные протезы кого-то ищешь тебе помочь красавица это никак ну ты оттуда можешь его отключить так давайте выберем выберем что исследовать дальше можно сделать кстати обогреватель для точной подпитки хорошая штука то есть не на единичку будет а на двоечку в смысле это первая миссия не вся компания нет не вся компания там кажется три сценария что ли короче можно повысить эффективность обогреватель но учитывая то что потепление у нас идет наверное не самое полезное в данный момент по крайней мере изменение можно модернизировать протезы в два раза дешевле они будут так а можно вообще взять взять какой-нибудь типа улучшенный сталелитейный чтобы он приносил там не не 70 стали а 130 единиц радиус лесопилки да давайте сталелитейный кажется кажется это то что нужно тоже сейчас ну это самый слабенький мне такой ресурс из доступных так здесь еще уголь пусть заполняет склад углем кажется он не работает написано что заполнено давай пищу тогда она пищу подействовала так разведчики достигли цели ледяные стены мы идем по широкому проходу который образовал в разном льду американский дредноут гефест теплоизоляцию делает она спасает экономит очень круто надо посмотреть я не помню даже такое исследование теплоизоляция спасибо триумф инженерной мысли мы пораженно смотрим на гигантские глыбы льда которые сокрушила сдвинул в сторону американский дредноут гефест в возможно скоро мы узнаем как такое возможно в долине видны очертания чего-то огромного и скорее всего это второй корабль прометей дредноут во льдах так а здесь 100 еды 100 еды кстати полезнее наверное 100 леса хотя лес ты не можешь ну то есть это исчерпаемый ресурс а еда если у тебя есть просто хижины и живые люди ты ее в любом случае добудешь поэтому лес наверное универсальный плюс он еще используется в строительстве поэтому скорее всего скорее всего пусть там наша аванпост добывает дополнительно леса так привет у тебя сталилитейные имеют максимум огрева так и задумано насчет новых зданий для жителей изучить наверное лучше тепло должен держать ну я уберу подогрев со сталилитейных когда спадут холода потому что там ну там люди работают а не автоматоны кстати а мы протезы тут делаем легкое обморожение человек серьезно заболел ну заряд опять же есть все вроде нормально фундаментальное исследование проект автоматон сэр инженер просит дать ему день отгула для изучения автоматонов автоматоны можно улучшить это вершина наших технологий но раз мы уже умеем изготавливать их научимся делать это лучше если я как следует изучу любую машину смогу настроить ее и улучшить производительность чем они так отличаются от прочей техники давайте отправляем Женя очередного кота приносит что это за страшилище что с ушами у этого скоттиш фолт скоттиш фолт скоттиш фолт окей так а окей так а 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 он он на подзарядку уже ходит действительно время отдыха полет за едой я боюсь что-то упустить но вроде так глобально исследования приказы основные основные темы достигли цели дредноут большинство машин с прометея разобрали и увезли огромный паровой молот для разбивания самого толстого льда сломан и лежит на носу корабля не бери он не сможет мочить мутона по глазам видно не то что бэско не 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 это это временный товарищ конечно же расчетливый гений из дредноута забрали всю полезную технику но обшивка позволит получить много стали так что основать здесь аванпост вполне разумно на мостике мы нашли журнал с последними приказами теслы перевести все припасы и здоровых выживших на гефест брать коллег только с протезами чтобы приносили пользу ой там много всего давайте отправляем этого товарища домой тем более что у нас еще тут пара экспедиций пусть подтаскивает лучше и наверно склады 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 надо делать для этого нужно соединить ну сделать несколько улиц здесь на склады вроде как не нужно вообще ничего по отоплению поэтому я просто не хочу чтобы у меня там не работали здания там останавливалась добыча она уже частенько там где то стопается так можно еще одну облову строить поехали И лондонцев число сокращается Еее, работает Недовольство очень незначительное Надежда на половинки Главное сейчас не вписываться, не давать никаких сложных обещаний Автоматоны могут заряжаться с половых центов Да, понял Ёлки-углы быстро заполняются Мы хранилище построить... Да-да-да, есть уже Можно построить второй ванпост, просто здание А-а-а Я думал, что есть Ага, вот здесь вот можно построить второй ванпост, да? Может где-то еще? Я только один Окей, давайте доведем тогда До сюда дорогу Вот до сюда нужно дорогу как-то довести Поехали И, соответственно, бахнем в ванпост Еще отправим одну группу Там, чтобы... Ну, вы понимаете все Так, тут потихонечку Строим склады Красиво Минус вся сталь Докидываем инжей, докидываем рабочих Там, кто сверхурочно работает Минус 60 у нас все еще Но сейчас Ситуация постепенно будет нормализовываться Легкое обморожение Еще у нас проблемы Кстати, коллекту количество уменьшается Это, видимо, мы протезы делаем И они... А давайте-ка Костыли Сверхурочно будем делать Ну, это нормально Так, склад Что? Уголь Почему заполнено постоянно? Я... Не могу понять Древесина снижается Количество А уголь нет Есть какое-то объяснение Логичное? Это баг, говорят Жалко Это очень жалко Двое больных Можно пайку Увеличить Она и так уже увеличена По крайней мере В двух местах В третьем тоже сделаем Лазареть холодно Но в 8 часов В 3 часов в здании холодно Так, достигли Мы забрались в пещеру Низкая каменная стена Расположена напротив входа За ним мы видим Несколько человек Устаршие люди Когда мы приблизились К пещере Ее обитатели Достали оружие И укрылись за стеной Переградив вход Они плохо выглядят Слабые От недоедания И болезней Поговорить с ними Разведчики Попробуют Пообщаться с американцами Уговорить их По всей днице 35 человек Одолеть Поговорить Почему бы не поболтать Видя, что у вас нет Дурных намерений Американцы рассказали Как вершили правосудие Над тираном После того, как Изгнали его из города Мы погребли Стерзанное тело Стерзанное тело Сопровождают Выживших Окей Возвращаемся в город Хорошо, что третью экспедицию Тоже Видите, уже Двое там заняты Сопровождением Третий идет А впереди еще Три Неисследованные точки Так, делаем Аванпост Еще один На стали не хватает Ага И надо снижать Уровень мощности Давайте С третьего На второй Выключаем Еще Паровые Паровые штуки Здесь тоже паровой Вроде был, да? Блин, а как мне их? А вот они, собственно А, удобно тут Манжерить вообще Только сейчас доперл До меня Как оно тут работает Ай, дурак Ладно, сейчас А, вон, смотрите Уголь Вроде подействовал Или Склады угля Смотрите 1500 И Показывается, что Очень мало Так, мне бы заменить На улучшенные заводы Вот Два Старолитейных завода Построить Улучшенных Закончился Ресурс Сталь Это где? А, это в принципе Это у меня Я думал где-то истощено Просто Не-не-не Там же 10000 Опять же Третий идет В пустую точку Третий идет Ну так, да Давайте Покинутую лесопилку Отправим его сюда Аванпост Центр Ну это понятно С лондонцами Тоже подсказки не читал Лондонцы Это группа Напугодных людей Которые хотят Вернуться в Лондон Так как ошибочно считают Что только там Можно выжить Люди будут Присоединяться к ним При низком уровне надежды И уходить От них При высоком Лондонцы представляют Угрозу нашему управлению Затевают конфликт И призывают других Покинуть город Серьезность конфликта Зависит от состояния Общества в целом Понятно Надо кстати посмотреть В центре пропаганды Какая у нас вообще ситуация Что беспокоит народ Холодное жилище Может реально не будем Экономить на угле Бахнем Пусть в комфорте Все живут Давить А нет В этом нет смысла Они и так в комфорте живут Мне не хватает Ринджа просто Так Сталилитейку Можно сделать Но я думаю Что она там стоит Да 40 стали стоит Но приносит Очень много Менять нужно Завод один за другим Один за другим То есть по очереди Фактически И в конце рабочего дня Определить туда Работать двух автоматонов Ну скорее всего Так Древо технологии Конечно же У нас же Заводик сделался И непонятно Что делать дальше Радиус генератора Только на пятом тире Будет доступен Нужно 100 стали На это Тепловые центры Включи рядом с бараками Окей Да Сейчас посмотрим Мне казалось Что там нормально все Так Изучение мира Не нужно Ааа Слушайте У меня стали нет Из-за протезов Давайте-ка мы Остановим их Производство А то я по десятке Каждый раз трачу Из-за этого Возникают проблемы Сейчас уже Видите 37 Сейчас Под накопится И мы первый Надо исследовать Сначала бахнуть Так Ресурсы 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 Можно попробовать Уменьшить Количество людей Занятых охотой Охотой Тактика охоты Такое Бурделы Горит Описание Правого центра Жизнь проще Станет Правой центр Строить Правые центры Дополняйте Половую волну Вокруг себя Дальше Термоизоляция Какая-то Повышение Эффективности Генераторов Мелочи Температура Во всех зонах На два уровня Здесь Вот термоизоляция Ну это термоизоляция Поста добычи На постах добычи Тебе Может быть Ладно Давай так Итак Мы с вами Сейчас Попробуем Подкопить И Улучшить Сталилитийный завод Нам для этого Нужно 40 стали Можно принимать Новый закон Так Улучшенный Сталилитийный Бах Новый закон Внимательный Я не знаю Что мне сейчас нужно Друзья Вот реально Не знаю То есть Вроде все есть Бур и угольная печь Важные исследования Ясно Все Сколько Сколько банов было В прошлом Вчера Сейчас меня уже Так Убеждение Принуждением Есть Более доступное Объяснение Глубины Заблуждения Заключенных Позволит им Быстрее Вновь стать Достанными Членами Общества Снижает Время Заключения В тюрьме Недовольство Выраст Да Нормально Мочим Убеждение Два Поехали Опа Аа Надежды Минус Надзиратели Используют Грубую силу Чтобы принудить Некоторых Заключений Рассадиться В преступлениях Ой-ой-ой Нужен Подопытный Экземпляр Сэр Снова Пришел Инженер Который Работает Над Проектом Автоматон Дай Народу Баб Бордель В студию Кстати А бордель Я не строил Нет Строил Или не Строил Я скоро Совершу Открытие Нужно Поработать Над Автоматом День Тогда я Смогу Предложить Особые Модификации Ладно Давайте Автоматон Пожертвуем На сутки Как легко Можно потерять Надежду Так Давай еще Древесину На склад И пока Что Уголь На склад Нет Еду Пайки Точнее Ладно И уголь Тоже Склады Не полные Все вроде Нормально Листовочки Недовольство Возрастает Но мы Увеличиваем Скорость Ну время Ну время Работы Мастерских Точнее не мастерских А как они называются Да мастерских А это как называется Фабрика Окей Так Доделывается Сейчас Под конец Рабочего дня И вот сюда Вот нужно Конечно Отправить Кому-нибудь Автоматон Вот отсюда Скажем Нет А как мне понять Где можно Откуда можно Вытащить Автоматон Вот отсюда Можно вытащить Лесопилка Закидываем Туда Рабочих А сюда Закидываем Автоматон Здесь почему-то Вообще Никого нет Пусть добывают Уголь Ну не Не сегодня Ладно Не важно Кстати одной кухни Хватает на такое Количество людей На 326 человек Хватает одной Кухни даже С большим запасом То есть можно Абсолютно Спокойно оттуда Если вам не хватает Людей Оттуда убирать Некоторых Одалось Убедить Лондонец Говорит с толпой Пусть говорят 14 разогнать толпу 13 лондонцев Недовольство растет Надеюсь Это ни к чему Плохому Идешь против Собственного народа Ах ты сволочь Блин так стыдно Наведи на свое Население Кто где Подсветится В том числе Автоматоны А ой Ё-моё Ага вижу Автоматон Автоматон И один еще у нас На исследованиях Да Даже третьего сделать Тюрьмоизоляция Поста добычи Готова Ах Термоизоляция Еще одна есть Но А вот Эффективный сбор Есть Благодаря Лучшей организации Труда Ресурсы Из кучи Угля Ящиков Древесин Остальных Обломках Добывается Это не Ну этого не осталось В принципе Обычно Угольные шахты Также паровые Улучшенные шахты Эффективны на 10% Такое себе А лесопилка Возможно Но пока Потребности в лесе Такой Клевый Ну большой нет Я думаю Надо Освобождать людей Вот За счет Да охотников давайте Тактика охоты В два раза меньше Или даже В три раза меньше Там на 5 Или до 5 Уменьшается количество Минус 5 Или Дефис 5 Потребуется меньше работников Ладно Там 15 Кажется По умолчанию Так И надо же Поставить еще Один Аванпост Центр Мне на него Не хватало Ресурсов Блин Как неудобно Строить Именно в таком месте Там вроде как У меня дорога Не подведена К нему Да Вот так Будет подведена Так Улицы Прокладываем Уголь добываем Еда есть Там будет похолодание На 3 уровня Будет похолодание А вот сейчас Вот Ну термоизоляцию Сделали Я думаю Продержимся Уголь есть Уфецкий Все ближе Говорит На 3 вниз На 2 вверх Мне кажется Что Слишком холодно Бах У теплицы Плохо А у теплицы Есть определенные Видимо Требования По Потому В какую погоду Она может работать Там же растет Что-то Термоизоляция Буктов сбора Не поможет Ок Ну будем Обгреватели Ставить Возможно Стоит Попробовать Успеть Сделать Парочку Апгрейдов Именно На На локальные Обгреватели Так По кем-то Лесопилкам Это действительно Лесопилка Она не работает Очень давно Все покрылось Льдом И следовать Похоже Когда-то Здесь был Базовый Лагерь Сейчас Тут не осталось Ничего Кроме Замерзшей Лесопилки База снабжения Каменный Корабль 235 Леса Не буду Уходить Продолжаю Разведывать Хорошо Что у меня Три Разведчика Все равно Не успеваю Ни хрена Так Экспедиция Вернулась Лес Сталь И два Ядра Я бы Сделал Автоматон На самом деле Потому что Они еще Будут У нас Да Уже Делается Так Экспедицию Отправляем Назад Там Очень Много Всего На исследовании Замерзший Пруд Что у нас По тюрьме Облавы Листовочки Там может В Листовочке Работают Еще Облавы Делаем Недовольство Уменьшается Во время Облавы Заключенные Постоянно Постоянно Здесь Хотя Их 10 из 30 То есть Одной тюрьмы Хватает Вообще На На всех Приятно Зачем На кухню Добавил Человека Там Явно Хватает Чтобы Конвертировать Всю еду Куда Надо Так Че Выпускаем А Давайте Обновим Этот Второй Сталилитейный Мы же хотели Улучшенный Сталилитейный Бах Все Ну как бы Сталь Есть Делаем Лучше Там Третьего уровня По 140 Будет Приносить И как раз На стале Я еще Автоматонов Сделаю Автоматоны Грейжные Плюс еще Инженер Может что-то Толковое Сделать Тактика Охоты И сколько Там стало В охотничьих Минус 5 Все-таки Не 5 А минус 5 Окей Давайте вернемся Тогда к Обогревателям Потому что Увеличиваем Радиус Да Зону паровых Центров Можно увеличить 50% Все еще Бараки Место домов Да У меня все еще Бараки Место домов Но они Вроде как Держатся Ну то есть Они Отапливаются Очень хорошо Отопление Людям Включи В паровых Центрах Так а зачем Пока Пока не холодно Пока минус 40 У нас Ну прохладно Так скажем Но Но без криминала В общем В тюрьме Хорошо все Отапливается Я пока Такой серьезной Проблемы не вижу В С отоплением Ну это как Ну и на больных Можно посмотреть Что Не так уж Ну все Один человек Правда 15 на лечении Вперед ребята Полосы поддерживают Капитана Мы со всем справимся Так а у меня же здесь Надо отправлять Аванпост Вопрос Что нам нужно Добывать дальше У нас есть выбор Еда Сталь Еда сырая На соточку Елочку Добываем Давайте сталь Ее пока что Все еще не хватает Я понимаю Что сталь литейный Когда сделаем У нас проблема Должна решиться Прям Прям хорошо Заметная деталь Ландшафт на морозных земель Пригодится как ориентир Для будущих экспедиций Каменный корабль Следуем Мы не обнаружили Ничего ценного Но отсюда мы можем Попасть в более интересные области Куда это Фаза снабжения Пойдемте сюда У него там Лес на руках У этого товарища Но Я не хочу сейчас Третью экспедицию Назад отправлять Скорость игры Можно хаткем И переключить 1, 2, 3 Понял Так стоп Тут один автоматон Тут пока еще Мы ждем Окончание строительства Этого завода Листовочки надо обновить Сейчас будет Бах Бах Листовки Надежда возрастает Экспедиция вернулась И дачевку дали Заблудшие души 35 человек Можете отпустить разведчиков Отправить их в морозные земли У меня есть 5 бездомных Это совсем немного Надо сказать Но придется строить Строить еще барак Какой-нибудь Давай сюда Все Экспедиции Вовсю А где я могу построить Еще дома Ну так чтобы Наверное здесь Строжевой пост Там отопление еще Ну где-то Где-то здесь Нужно Бахнуть дорогу Увлечение радиуса Парового центра Хорошо Повышение эффективности Парового центра Меньше угля Поехали Делаем сейчас Быстренько здесь Дорогу Не, не надо делать Дорогу Просто строим Сразу барак Одного хватит Ну 5 человек Зачем Зачем мне Больше делать Тут вообще Комфортно Термоизоляция здания Вон плюс 3 Как работает хорошо То есть Несмотря на то Что есть штраф Минус 2 По погодным условиям Термоизоляция Все гасит Работать комфортно Так Улучшенные Сталилитейные И улучшенные Сталилитейные Все Со сталью У нас Теоретически Проблем уже Быть не должно Я не знаю Как это проверить Правда Как посмотреть Динамику Вторая попытка Уже Нет Почему Это первая попытка Только Так На охотниках Мы немножко Поэкономили А Я еще Автоматон Одного Сделал Так Еще Одного И можем Сейчас Назначить Я думаю Человека Одного Вопрос Куда Что мне нужно Постоянно Сталь Мне нужна Сталь Убираем Рабочего Делаем Автоматон Оттуда Все Два Автоматона Здесь даже Отопление Не нужно Выключаем Раз Убеждаемся В том Что здесь Все Абсолютно Автономная Добыча Стали Забиваем На нее Здесь тоже Один Автоматон Поврежденный Автоматон Потеря Не была Напрасной Можно Починить Сломанную Машину Еще Теперь Можно Настроить Автоматон Чтобы Они Работали Быстрее Дать Провое Ядро Эффективность Вырастет На 5% Недовольство Немного Вырастет А можно Мы не можем Себе Этого Позволить Закрыт Эффективность Вырастет Все равно На 5% Что Дать Едро Так Здесь Добрались До точки База Снабжения Хижина Развалилась Но в ней Все еще Есть Ценные Предметы Нашли Несколько Тяжелых Сундуков Ценными Припасами Еда И Лес Пока Не требуется Нито Ни другое Я продолжаю С следованием Подождите У меня Угольную Шахту Разве Я не мог Проглядить Паровая Угольная Шахта Вторую Паровую Угольную Шахту Можно было Давно Улучшить Надо тратить Ресурс Я вот Косячу В этом Плане Здесь Уже Стоит Паровая Угольная Шахта Хорошо Так Закидывает Лучше Лучше Куда Куда Санитар Отправить Или Еще В одну Санитар Или Не знаю Нового Автоматона Стоит на отшибах. Буду менять людей на автоматонов. А, нет, собираем их в радиусе ресурсов. У нас лес закончился. Нам бы либо исследовать рейндж, либо сделать еще одну лесопилочку, скажем, вот тут. Там много леса. Проложим туда дорогу для начала. Дальше посмотрим. Еще одна лесопилка, но она тоже почти что истощилась. Холодное жилище. Капитан, некоторые обеспокоены низкой температурой жилища. Так, 7 в течение двух дней. Два дня. 14. 7. Беру на себя 7. Вот они. Бараки прохладные. Встретиваю попытки. Я надеюсь, получится нам сделать все как надо. Блин. Ставлю паровой. Туда. Сносили лесопилку истощенную. Да, но... Ну да. Ставлю паровой. Как раз вокруг него там как раз эти 7, 8, 9 зданий должно быть. Допейте, чтобы в домах была температура не ниже. Угу. Все, а здесь автоматоны, смотрите, добывают. Уже стали 160. Добывают они, конечно, не на максимальную эффективность, но 85% есть. Здесь тоже один еще. Здесь второй. Уголь и сталь. У нас достатки. Лесопилку, наверное, нужно построить наверху. Правую. Да, цель достигнута. Все. Осталось только придерживать температуру вокруг в этих домах. На должном уровне. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Девять тут. С запасом. Надеюсь, что все будет ок. Так, тут. Три из четырех стен еще стоят. Защищаю небольшой засыпанный снегом тайник с припасами. Приложив усилие, вы откапываете сундуки из-под снега. В вашем городе найдется применение. Еще елки, еще еда. Я думаю, что этого товарища надо отправлять домой, потому что он так нагружен, что... Ну что, пора. Тут доставляют из аванпостов. Два ети идут на разведку. Нужно больше паровых. Да куда же больше? Зачем? Здесь не нужно вообще ничего обогревать. Здесь не нужно обогревать. Заменить просто в тюрьме тоже все нормально. Поставить вот сюда, вот, паровая угольная шахта автоматона. И все. У нас... Да, есть там прохладные бараки парочка. Правда, вот лесопилочку как бы тоже обогреть. Ну, недовольство практически на нуле, друзья. Так, делаем еще автоматоны. Загоняем автоматоны сюда. И я хотел еще... В тюрьму автоматона не посадить. Так, во, облаву делаем. Оп. Недовольство вообще в ноль. Лондонцев всего двое осталось. Прекрасно. Листовки работают. У тебя три паровых стоят в одном месте, вверху, возле домов. Да, но только одна работает, кажись. Вот они. Между. Правой центр. Выключаем. Демонтируем, точнее. Демонтируем. Гуф говорят. Ну, от меня дропов нет. Надеюсь, что нормализуется. Подождите. Падает надежда. Блин, еще новый скайп такой клевый. Даквакс, привет. Даквакс, привет. Сейчас дайте мне, пожалуйста, одну минутку. Даквакс. Дактира. Продолжение следует... 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 Рочфелл, привет. Господи, угля-то сколько. Что такое? Мы ни за что не могли позволить лондонцам уйти, мы поступили правильно. Больше нет никакого разделения, мы единое общество, мы снова едины. То есть все, мы избавились от лондонцев, мы снова вместе. Ну то есть мы их переманили, видимо, на нашу сторону. Там два человека оставалось уже. У нас счастливое общество, у нас надежды и мечты такие. Нас не расколоть, дали очепку единства. Лондонцы вновь стали частью целого, больше никто не хочет покинуть город. Мы выиграли тяжелую битву с теми, кто хотел посеять раздор между нами. Трагедия Винтерхома подорвала нашу надежду, страх породил безумные идеи. Мы не могли позволить людям умереть в ледяных пустошах. Мы сделали для объединения людей то, что должны были сделать. Вместе мы сильнее. Ой, надежда плюс. Вот это да. Красиво. Все, поддерживайте тепло в домах, это у меня ачивка. Полностью поддерживаю капитана, мы со всем справимся. Ну, это и зявы. Ура, все заработало. Друзья, сори. Уже вот второй раз такая хрень. Именно в 9 часов вечера я не знаю, что там такое. Не только я не знаю, тут еще Эльдар тоже не знает, как такое получается. В общем, лондонцев нет, они все приджонились. У нас счастливое общество, отличные семьи. Я, наверное, бахну третий уровень мощности. Потому что мне, в принципе, не... Пусть лучше в комфорте ждут. Э, живут. Новый автоматон готов. Его можно поставить, например, на лесопилку на эту работать. Тем более, там на отшибе. И... А, можно еще здесь лесопилку поставить. Правда, зачем у меня леса дофига? Ядер не хватает, конечно. Все остальное хорошо. Можно сделать еще вместо автоматона эти костыли. 13 штук. Сырой еды очень много. Не успеваем подтаскивать. Сделаю я, пожалуй, вторую кухню все-таки. Так, эффективность парового центра улучшена. Ну что, давайте пятую технологию откроем, наверное. Есть возможность и генератор, и все остальное. Это вроде то, что нам нужно. Исследования идут. Автоматоны работают. Ресурсы валом. Просто сейчас углем мы будем полностью затарены. Паровая угольная шахта. Сколько народов не работают. Уверен, что костыли зайдут. Да, мне все равно нужно куда-то сталь тратить, если честно. Поэтому я не знаю, как. Ресурсы. Можно сделать паровую лесопилку. Опять же, туда автоматомчиком бахнуть. Но что-то ресурсы вообще вагон. Наверное, стоит построить еще немножко складов. Ресурсы склад ресурсов. Раз, два, три, четыре, пять. Дороги еще напрашиваются, конечно же. Сделаем улицу со складами. Поехали. Так, и новый закон. Тут нельзя камеру крутить. Я не искал, но вот в некоторых моментах, конечно, неудобно, что. Так, что у нас еще может? Патруль. Продержание порядка. Новая возможность патруль. Стражевый пост. Снижать недовольство. Повышать надежду. Давайте патруль. Легко. Так, дороги проложим. Автоматоны еще... А может, у нас, кстати, есть автоматоны. Надо посмотреть. Сейчас как строительство, да, закончится. Сколько у меня их, в принципе? Не занятых. 0 из 7. 7 автоматонов. В 7. Заключенных 29 человек, правда, это проблема. Детей на еду. Отправляем. Научный метод том 1. Проект автоматон успешно завершен. Производство автоматонов стало дешевле, и теперь их можно использовать в медучреждениях. Мы научились добавлять модификатор, увеличивающий точность, который позволяет хорошо работать с самым хрупким, что нам известно, человеческим телом. Похоже, мы можем... Стоимость автоматонов на 5% снижена. Не так много, конечно. Ну, как сайд-эффект такой проект, нормально, на самом деле. Ничего страшного. Так. Я совсем не это самое, не читаю чатик. Прошу прощения, друзья. Всем добрый вечер. Сегодня вторая часть знакомства с Фростпанком. Это первая миссия, это первая попытка построить город, познакомиться с базовой механикой игры. Вот. Вроде как пока работаем. Блин, а угли уже все. Надо новые... Я уже и генератор там раскочегарил. Жанр выживания в Европе без российского газа. Ага. Ага. Кстати, автоматоном имеет смысл, наверное, по... А, этот в теплице работает, бедолага. Окей, ладно. Так, а что, еще одного автоматона сделать? А почему... А, нужно ядро на него. Я понял. Вот с ядрами действительно проблема. Так, давайте отсюда тогда уберем автоматон. Я лучше его отправлю на лесопилку работать, на отдаленную. Там с температурой похоже, пусть он ресурсы собирает. Досуг. Недовольство крайне низкое. Мастерскую, чрезвычайную смену раз. Чрезвычайную смену два. Листовочки рановаты. И облавы тоже рановаты. Так. Технология пятого уровня. Внимательно. Можем увеличить радиус генератора. Самое, наверное, простое, что можно сделать. И тепловую зону потом. И уже можно строиться еще дальше на единичку. То есть, в принципе, можно выстроить... Хотя дороги достаточно быстро строятся. Но там, где их нет, можно их... Можно соединить улицы. Что впоследствии не надо было просто ждать. Хотя тут нормально вроде все. Только в некоторых местах требуется. Кстати, лес... Эту лесопилку можно сделать тоже. Доводим до лесопилочки. Да, куя камеру крутить. Ну, это редко пригождается, на самом деле. Потому что только если тебе нужно строить где-нибудь там в... На краю. Так, будет небольшое похолодание у нас. Причем совсем скоро. Ну, в принципе, я отдаленную... Во-первых, угля завались. 4 500. Причем надо, естественно, сейчас еще... На уголь, на уголь. Это тоже на уголь будем собирать. Здесь пока что сделаем... Даже не знаю, что. Даже нечего, нечего заготавливать. Лесопилка будет работать круглосуточно. 12,8. Плюс еще лес каждый день подтаскивают. Эта лесопилка тоже хорошо работает. В других местах леса уже не осталось. Хотя вот здесь вроде что-то есть. Да, вот тут еще лесопилку по-хорошему надо сделать. Давайте попробуем... Не знаю, как это лучше сделать. Так, чтобы не пропали елочки. Дальние пропадут. Вон, давай так, два. Понимаю, что мне на это нужно будет еще... Парочка автоматонов или ядра. Можно, в принципе, убрать с добычи угля и пустить туда обычных рабочих. Потому что с углем проблем вообще никаких нет. А вот лес бы собирать хорошо было бы. Мотаем. Так, а здесь оно что? Кухня. Холодно на кухне. Выключаем здесь отопление. Слишком... И так слишком тепло. У нас и коллекта не осталось. Все уже с протезами ходят. Народу 364. Привет про плей называется. 36484. Ракета нюк. Все дела. А, там выходи. 324, да. 364. Какая-то фраза была такая. А, переходи, переходи. Переходи, переходи. Привет. Это игра на прохождение. Есть ли онлайн? Онлайна, кажется, нет. Кажется, нет. Экспедиции в пути. Бездомных 13 человек. Видимо, кто-то дошел у нас, да? Ну, у меня есть место рядом с... А, можно дома, кстати, бахнуть. Можно сделать дома еще. Улучшить имеется в виду. Помните, там были такие... Еще более теплые. Привет, Сэм. Я знаю хорошую другую игру онлайн, говорит Сокол. Соколик, Соколик. Ну, как так? Ну... Так, здесь плюс 300 стали. Здесь, наверное, плюс древесины сделаем еще. Нежданные гости. Капитан, группа изможденных выживших добралась до нашего города. Вот как раз 13 человек. Из их сбивчивых объяснений мы поняли, что они долго шли, многие погибли в пути. Они все время повторяют слова «Рок настигает нас». А еще говорят, что за ними следует множество беженцев. Выжившую умоляют помочь. Конечно, поможем. Поисковые группы, доставим их в город. Поехали. Беглецы, решите проблему с потоком беженцев. 0 из 3. Угу, я понял. Так, давайте пока есть возможность, я быстренько бахну склады ресурсов вот здесь вот. Козырно. Выберем новое исследование. Наверное, улучшение генератора. Возможно, даже успеем его сделать под похолодание. И не успеем. Что ж ты будешь делать? А, опять 25. Ну, сейчас-то понятно, почему так случилось. Холода пришли раньше, чем я. Экспедиция вернулась. 600 дерева, 100 еды. Я-мое. Ладно, хорошо, что у нас? Морозно, морозно. Да не, мы на угле тут просидим нормально. В тюрьме, правда, очень холодно. Что, непорядок? Заключенный на свободе. А, там холодно. С тюрьмой что-то не так. А ну-ка, спокойно. Тихо. Черт возьми. Заключенный на свободе. Разведчики добрались до пруда. Заметная деталь ландшафта пригодится как ориентир для будущих. Новый ориентир. Мы не обнаружили ничего ценного, но отсюда можно попасть в более интересные места. Блин. Да, тюрьма, видите, если в тюрьме уменьшается... Короче, обогрева, если нет, то... То все. Тоже заключенный на свободе. Сейчас построим обогрев. Вернем людей. Так, я же еще хотел лесопилку построить. Вот я дурак, а. У меня две лесопилки там прохлаждаются. Радиус, кстати, лесопилки можно. Хотя нет, здесь-то есть. Но я, кажется, еще две обстроил вот здесь вот. Вот в этих местах. Да, вот они. Вон там мега холодно. Там без автоматонов мне вообще делать нечего. Так, а если пауза, и если посмотрим, где, в принципе, автоматоны? Раз, два. Давайте из угля уберем. Хотя леса у меня тоже предостаточно, блин. Зачем мне там сейчас это делать? Тоже не ясно. Это же не ясно. Санитарный. Докидываем. Склады. Да не будут здесь люди работать. Просто не будут. В таких условиях. Замерзающих слишком много. Стоп. Замерзающих, видимо, на строительстве. Вот в чем проблема. Вообще не надо строить. Было сейчас ничего. Потому что все вот эти вот дороги. Вот эти вот точечки, это, видимо, люди замерзшие ходят. Ходят. Приостанавливаем строительство. Да ладно, друзья. Все, все будет хорошо. Сейчас обморожение начнутся массовые. Пальто, спасибо тебе большое. Так, Йети ожидает. А ему эти... А, вот они, беженцы, идут. Я понял. Раз, два. Тут уже тупик. Здесь ничего такого нет, да? В этой стороне получается. Транспорт, беженцы. Тут тоже тупичок. Короче, идем сюда. Всеми, всеми тремя. Йетями. Мерзнуть всех зданий, где снежинка нарисована. А-а-а. Там барак какой-то непонятный мне. О-о-о-о. Ладно, угля много. Чего ты, чего ты экономишь-то? Я не пойму. Раз. Больше снежинок. А, и вот здесь. Вот очень холодно. И два. Так, лишился конечности. Серьезно заболел. Опять протезы нужно изготавливать. Что у нас здесь? Стражевой пес. Сэр, ребенок принес на сторожевой пост игрушечного пса и отдал стражникам, сказав, чтобы они брали его с собой во время ночных патрулей. Похоже, люди ценят упорную работу стражей закона, которые следят за порядком в городе. Рад услышать. Слушайте, а у нас там же тюрьма еще все-таки... Да, уже тюрьма обогревается нормально. Переполнены заключенные. Давайте недовольство повышаем. Надежду, правда, я... Вот зачем? Заключенным серьезно... А, уменьшается надежда, но резко уменьшается недовольство, видимо, да? И количество заключенных тоже уменьшается. Так, парогенератор сейчас будет готов наверху. И количество не обогретых должно снизиться. Снизится? Да, 10 их уже. 10 это нормально. Листовочку забыл выпустить. Надежды повышаем. О, спасибо большое. Улучшение генератора 3. Здравствуйте. Все, четвертый радиус и четвертый уровень мощности. Смотрим, как работает генератор на максимум. Шикарно. Может быть, даже и лишнего было делать вот эти вот... Потому что, ну, хватает генератора. Сейчас посмотрим, как он... Угасает. Нет, там все равно холодно. Так, выбираем новое исследование. Перепускной клапан-генератор. Предохранительные муфты. Повесть температуру в всех тепловых зонах на два уровня, когда включен форсаж генератора. Пока не требуется. Улучшенные обогреватели. Так, а что из нижнего тира? Сани с ускорителями. Благодаря саням с ускорителями разведчики передвигаются на 100% быстрее. А мне это не нужно особо. То есть у меня и так три разведчика, они идут сейчас в одну последнюю точку известную. Может быть, автоматонов апнем еще? Улучшить интеграцию автоматонов на рабочих местах. Еще эффективность повысится. 95 будет. Написано 90, но у нас еще 5% от прошлого бафа. Да, пожалуй, давайте автоматонов. У них у меня 7 человек, и... Это очень хорошо. Внимательность второе имя, как на машину водишь. Пока ни одной аварийной ситуации у меня не было. С удовольствием вожу. А так, это был огромный трактор-снегоход. Должно быть, у него взорвался паровой двигатель, и машина превратилась в кучу мусора. Среди развалин мы нашли несколько мешков. Точно пригодится. Сталь просто, 123 стали единицы. Меня больше интересует, куда дальше-то идти? Тут просто больше ничего нет. Ну, нет неисследованных вещей. То есть, я построил там пару аванпостов, все остальные темы исследовал. Надо подготовиться к беженцам, кстати. Ладно, ты возвращайся в любом случае в город. А как действовать дальше, я не знаю. Так, что у нас по автоматонам? Еще разок. На периферии работают, молодцы. Ну, лесопилка, правда, в лесопилке не работает, но это ладно. Я туда лучше обычных рабочих потом отправлю. Или не потом? Да не, наверное, надо сейчас... Кстати, можно было дома исследовать улучшенные. И всем грейдануть домики, чтобы не было проблем. Пробега сколько по твоим управлениям? Слушай, я даже не знаю, какой у нас сейчас пробег. На первой машине мы, наверное, 1060 накатали с Женькой. Ну, у нее чуть больше, наверное, процентов 60 у нее. 60-65. А на второй 1040, наверное. Ну, другое дело, что я езжу, как правило, по одним и тем же маршрутам, поэтому практика такая себе. Ну, то есть она не... Ну, ты понял, в общем. Короче, друзья, еда есть. Угля дофига. Сталь... Ну, сталь добываем тут нормально. Теслаград еще можно отключить. Патрулей много. Ага. А, кстати, да, можно попробовать Теслаград. Нам явно все плохо, но вдруг они... Теслаград что-то откроет, когда мы... Давайте проверим. Следовательская рыбацкая Теслаград. Понеслась. Просаж, выключи. Зачем тебе сейчас? А мне не жалко просто, поэтому я включил. Так, ну что? У нас будут беженцы. Надо понять, сколько человек придет и где мы их будем располагать. Так, ну здесь мы были тоже. Все. То есть, по сути, вот три... Три экспедиции, а все без толку. Ну, то есть, они... Уже ничего не делают. Может, оттопить заводы. Эти не отапливаются. Эти тоже два не отапливаются. Отапливается только тюрьма, но я чуть не хочу ее сейчас... Гасить. Теплица тоже вынуждена отапливается. Пока что вроде... Ну, без... Скоро потеплеет, кстати. На двое единицы. Но это будет минус 50. Да, давайте попробуем в следующее исследование сделать это домики. Будет меньше проблем с отоплением. И, скорее всего, надо будет еще пилить один участок, именно жилой комплекс, с вышкой. С там, с борделем или что у нас там есть? Вторая теплица замерзла. Что? А, вижу. Можно здесь и начать, в общем-то. Потому что, если мы ставим отопитель здесь... Не ставим, видимо. Паровой центр. Вот так вот делаем. Этот паровой убираем. Что по законодательству? Похоронная церемония. Сортировка больных. Мы протезы сделали здесь в последнем. Дом удовольствия есть. В каждом пабе можно нанимать проституток, чтобы снизить недовольство. У меня нет проблем с недовольством. Недовольствие. Продленные смены. Детский труд. Так, а если мы берем все-таки порядок? Эффективность рабочих. Агитатор. Громкоговорителем. Эффективность труда повысится. Не нравится мне это все. Новый порядок не хочется делать. Это уже какая-то просто какой-то ретерий получается со знаменами. Все все строем ходят. Надежда не проблема. Не-не-не-не-не. Так, давайте попробуем все-таки что-нибудь больное, гуманное в адаптации принять. Давайте похоронную церемонию. Окей. Все равно смерти будут после холодов. Готовимся принимать беженцев. Для этого мы делаем бараки. Начать надо было, конечно, с двух центрообразующих. Тем это сторожевой пост. ой, нет. И какую-нибудь бойцовскую или что у нас там? Бойцовскую арену, да. Вокруг этого всего мы строим еще несколько бараков. Пока хватит. Сейчас просто беженцы в две волны придут. И мне хочется их как-то все-таки успеть разместить нормально. Да, там три три волны беженцев. Беженцы раз. А может их сопроводить лучше? Могу ли я их сопроводить? Нифига себе там народы, там человек 60 придет. 70 человек. Да, очень хорошо, что мы начинаем строить строить правильные поселения. ядра. А что ядра? Нет у нас ядер. К сожалению, ядер у нас нет. Так, а что по исследованию? Ну, под бустом, да? Теслаград. Слушайте, я не могу в Тесла зайти, да, получается? Уже, уже не могу. Вместо высадки исследовательская станция. Ну, Теслаград, а толку нет. че делать? Не забудь поставить там 10 отопителей и выключи их. Да, друзья, спасибо вам за теплоту вашу. Так, сейчас строительство начнется, наконец-то, в 6 утра. следующее исследование хотелось бы... Да почему мне так медленно исследовать? Может еще сделать мастерских побольше? Хотя бы одну штучку сделать? Давайте попробуем. Мы на 20% тогда увеличим еще скорость исследования. Технологии, да? Да. Кстати, у нас целый квартал не застроен. начинается день. Смотрю я на еду и идет потепление, кстати. Все в комфорте, но кроме вот этого вот региона. Там мы скоро... Там, кстати, надо включить обогреватель, как только он будет готов. Не очень хорошо там работает. Кстати, мы можем вот сюда вот отсюда убрать автоматонов, учитывая то, что обогревание будет работать от местного источника и отправить двух автоматонов добывать лес внеотопленных вещей. Больше домов. Да, я понимаю, да, сейчас нужно сначала достроить всякие дороги. Посмотреть, что по радиусу вышки... Ну, здесь еще, да, дома напрашиваются. барак 1, барак 2, вроде достает у нас, да? Достает. И вот в эту сторону еще. Так, паровой центр работает хорошо. Соответственно, здесь у нас должно быть тепло, да? Да, комфорт. Убираем автоматоны сюда рабочих. Бегство от бури. Городу подошло множество людей. Многие из них нездоровы, говорят. Они говорят, что к нам движется невиданная погодная аномалия и что без нашей помощи они погибнут. Мы бы такое не пережили. Повезло, что полярный исследователь Нансен предупредил нас о грядущей катастрофе и сказал эвакуироваться. Пожалуйста, пустите. Так, 30 из них больны. Недовольство вырастет, надежда вырастет. Принимаем всех. Так, теперь очень внимательно. Пауза, во-первых. Что у нас по количеству больных? 30 человек. Увеличиваем скорость восстановления пациентов перебор. У меня есть три центра. Я везде закидываю дополнительный хавчик. Возможно, стоит сделать еще один санитарный, если он, конечно, впишется в... Да, давай еще один санитарный сделаем вот здесь. Потому что в следующих, наверное, тоже будут больные люди и с этим надо что-то делать. Не забывай про нулевой ход. Вот я понял, да, друзья? Надвигается похолодание на один уровень, правда, оно снижается. Здесь закидываем людей. Надежда, кстати, возрастает из-за того, что у нас в округе. Так, какой там рейндж? рейндж? Блин. Ну так. А на пар? Не, на пар рейндж хорошо. Давайте тогда сделаем здесь еще парочку бараков. Парочка равно три. Они все будут в обогреве, не все будут под под этим, под сторожевой, но, ну ладно. У нас 24 бездомных, но достроим сейчас. А следующие, когда придут, кстати, там показывается на карте, сколько у меня есть времени на подготовку. Да, следующие беженцы будут через один день. Ой, подождите, а это, это у нас ети наши и транспорт. Хорошо. Через день. Время и ресурс на подготовку вроде как есть. Я хотел автоматонов переключить на на ламбермилл, да, на добычу леса. Закидываю одного, закидываю второго. Свободного нет, а где они? А я не вытащил отсюда еще одного. Пардоните. Есть хорошие условия для работы для людей, поэтому так, нам нужно уже планировать второй квартал на самом деле. Нужно планировать второй квартал. В принципе, мы не привязаны сильно к... Давайте от этой лесопилки танцевать, скорее всего. То есть, мы делаем с вами паровой генератор. Где-то вот здесь мы его должны сделать. Сначала бахаем улицу такую сквозную получается, да? После этого делаем туда паровой генератор. Ну и дальше уже вышка, бойцовская яма и дома, 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 дома. Мастерская постадает, вот мастерскую же построил. Да, сейчас люди есть, поэтому мастерскую внеурочка пошла. Проверяем листовки, все нормально, проверяем тюрьму. Блин, больных много слишком. А я построил второй лазарет. Вроде как должен был построить. Блин, делал же вроде где-то его. Это кухня. А, вот, он еще не доделался. Интенсивное строительство идет по кварталам, друзья. Хорошо, рабочая сила есть, хорошо, автоматоны помогают. Дороги прокладываем, автоматоны строят. Здесь процессим. Может бахнуть внеурочку где-то? А, нет, строительство же продолжится и после. Так, здесь накидываем рабочих, здесь дополнительные пайки, 35 больных. И автоматоны начинают работать эффективнее. Сейчас очень важно выбрать новые исследования. можно заменить дома. Еда, здоровье, убежище. Построить дом. Там еще откроется новая конструкция. Дом позволит нам экономить на отоплении. Но хотя пока хватает, но я не знаю, что нас ждет дальше. Что нас ждет дальше? Может протокол лечения пока? пациенты выздоравливать будут на 15% быстрее. Сейчас больных будет трындец сколько. Может второй лазарет еще сделать? Не, лазарет это же для... Да, надо лазарет второй. Давайте протокол лечения и второй лазарет. Где у меня первый лазарет? Как он там выглядит? Ешки-матрешки. лазарет. Он слева. А, нужно ядро на лазарет. Ну тогда тем более хорошо, что я исследование под лазарет сделал. В лазарете дополнительные пайки. Не забывать тоже делать постоянно. потому что людей больных что-то очень много и мне нужно в один день короче дальше будет еще пачка мне людей придет и надо их будет как-то лечить. Так, здесь построены дороги. я должен выстроить строжевой пост. Должен выстроить бойцовскую арену. бахнуть еще бараков здесь как отвратительное построился. не хватает места видите как здесь уже не поставить ни черта. так, еще контр построим дорогу здесь. стоп, почему я дума пики не сделал? Слушайте, у меня дума пики не было. нет, был дом опеки. А почему я полагал, что чем отличается был, был, был дом опеки. Опека. Еще сделаем. Не знаю, насколько тут и тепла не хватает. Еще один генератор 6К, динамика пока положительная. Ладно, давай тогда сделаем здесь тоже паровой центр. С выходом вот сюда на шахту на добычу елок. А вот в игре дети растут, старики умирают. Вроде нет, вроде бы нет. Такое интенсивное строительство у нас тут разворачивается, друзья. Вечер. сейчас проверяю ключевые моменты. Надежда увеличивается, потому что мы вот тут вокруг строжевой выстроили. Допрос. Сэр, мы только что закончили допрашивать подозреваемых диверсантов, и почти все они готовы подписать клятву верности. Против лишь один. Он говорит, что не сделает этого, не готовы докладывать о семье и друзьях, и что у нас нет права принуждать людей к сотрудничеству. Что делать? Заставить подписать. Он получит травму. Посадить в тюрьму. Надежда немного упадет. Отпустить, но приглядывать. Надежда возрастет, клятву верности, поднимается. Так. Бойцовская яма работает. Здесь, кстати, температура отличная, можно отправить. И вот главное сейчас два лазарета еще за домопеки. А, домопеки просто это временно... Я забыл, для чего он. Разрушаю один. Он, скорее всего, не пригодится в таком количестве. Так, надо перепроверить, чтобы у нас с вами были были пайки двойные, но они вроде есть. Да, домопеки. А вот он лазарет. Обогревать его дополнительно не надо. А, слушайте, а мы, если бы сделали исследование на автоматонов, у нас лазарет мог ночью работать. И это, конечно, конечно, было бы классно. Потому что количество больных что-то у меня не... не сильно уменьшается. Еды хватает, ресурсов тоже вроде хватает. Температура пока не такая критичная. и ключевые места мы обогреваем. Такой город у нас уже с вами. Так, полночь. листовки скоро можно закинуть. Тут недовольство возрастает, но мы продолжаем активно в трех мастерских исследовать. Экспедиция вернулась, принесла сталь и протокол лечения. Теперь у нас на 15% быстрее лечение происходит. Что еще? Что еще? дом? Дом, термоизоляция домов. Мне вот эта вот ветка, конечно, нравится. Термоизоляция больниц. Селекция в теплицах. А, мы промышленные теплицы еще не сделаем. У нас нет проблемы с этим, с едой. С углем тоже улучшены. Шахты тоже смысла нет. Термоизоляция. Радиус лесопилки тоже так лесом. Изучение мира. Может быть, автоматонов на медиков? А, у нас уже есть медицинские автоматоны. Так давайте. Еще на 20% эффективнее. Забиваем на ночную добычу. Просто берем автоматон до свидания, ставим обычных работников. А в ключевое медицинское учреждение в лазарет мы включаем автоматоны. все. И у нас лечение происходит теперь круглые сутки. И оно будет еще на 20% эффективнее, когда мы сделаем соответствующее исследование. Один йети ожидает, но я не знаю, куда его отправить, друзья. А беженцы, вторая группа, уже подходит к нам снова. глянем баланс по углю. Я посмотрел, что вроде он практически не тает у нас. Баланс по углю. Расход 5к, добыча 3,600, но не переживайте, запасов хватит. А, я сейчас просто убрал еще с добычи с одной. То есть там было бы с 3 паровых по 1,5к 4,5 при расходе 5к. Нормально. 500, там запас на 10 дней. Так, с едой все в порядке. Переживаем эту ночь. 29. Автоматом работает. И новый день. Листовочки пока не готовы. Я не знаю, зачем я опять... А, и теперь я могу сделать облаву, да? Не знаю, правда, зачем это. Используют грубые силы, чтобы принудить раз, облаву присумуя, которая в тюрьму. Два. Понял. Ну, тюрьма не полная, видимо, не всех поймали. Лес кончился, нужен бур. Лес еще не кончился у нас, тут еще леса дофига. Бур пока не нужен, чтобы это не значило. беженцы. Два дня, причем, время до вашего города. Было до этого один новая порция беженцев. Может, а, это уже третья группа. Сейчас придут, сейчас придут беженцы. О, осталось два часа, да. И нам надо будет разместить еще 70 человек. Но мы успели подлечить половину из тех беженцев, которые приходили до этого. Уже готовы новые дома для беженцев. Жалко, ядра нет, не могу ничего с этим сделать. Начинается новый день. Так, изучена технология автоматоны, молодцы. 10 человек, только больные лечатся. инженерные автоматоны, мастерских на фабриках. Пока это не нужно. Модернизация автоматонов меньше нужно, но я упираюсь не в древесину и сталь, я упираюсь в ядро. Протезы тоже не нужны. Что по отоплению? Обогреватели вроде как не нужны. давайте дом делать. Я думаю, что пора. И надо будет прогрейдить вообще все. Ресурсы у нас вроде как есть. Это безобразие. Через 40 минут прибывает группа беженцев, 70 человек. У нас уже 445 человек. Сейчас прибывает еще партия. Вот они. Вторая волна. Еще одна гигантская группа людей подошла к городу. Их состояние еще хуже, чем у предыдущих беженцев. Многие страдают от обморожений. Все не твердят это кошмарной буре, что движется с юга. Нонсенс увел нас на север, потому что за годы исследований Арктики научился тут выживать, используя природные ресурсы. Правда никто не ожидал такого. Впустить конечно. Можно всех принять. Тяжело больных 25 больных. Недовольство вырастет. Я пробую пробую по максимуму просто вместить. Итак, у нас с вами бездомных нет, больные есть. Надеюсь, мы об этом не пожалеем. Скоро в санитарках закончится хавчик. И надо будет обновить. Надо будет обновить. Техи же охотников не грежен до сих пор есть. Нет проблемы с едой. То есть я могу конечно еда охотничий ангар вместо не не вместо вот вот раз два как-то так понижение температуры на один уровень ожидается через двое суток. Может еще бахнут санитарных пунктов. но я сделал всего один на самом деле. У меня их раз два три четыре получается в результате. Пока что хватит ли. все все забито понимаете а до следующих сколько снова один этих этих не зря аж похороны исследовал. Да похороны конечно это в тему. Ладно давайте. дождемся когда еда и пробафаем за еду это раз это два это три это четвертый не сразу закончился этот тоже окей тридцать пять больных ну вот не хватает не хватает надо еще три строения таких сделать давайте не будем откладывать а лучше наверное больше раз два три четыре пять шесть почему не работает а нет ресурсов здесь выключаем автоматон паровую лесопилку отправляем здесь добыча идет здесь добыча идет куда можно отправить автоматон ну друзья и здесь тоже добыча нет куда можно отправить автоматон госпиталь госпиталь а госпиталь это какой госпиталь санитарный пункт или вот новый который считаешь такой бур итак бур ресурсы а бур я не сделал кажется еще да не исследовал в принципе бахни угледобытчик ну там лес на на уголь меняется это потом в любое главное чтобы работал 24 часа работал 24 часа работал 24 часа тут тоже лесопилка минус давайте тогда вот сюда вот отправлю автоматонов пусть добывает сталь а людей как раз вот в эти отправим у меня же ядер нет как выбор не знаю мне советует так ну строим строим друзьям угли заканчиваем а стоп 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 у меня же там уголь на угле не все было да да у меня на угле рабочий вот что мне нужно в первую очередь да уголь начинает потихонечку заканчиваться я лучше автоматона на уголь отправлю ну там динамика отрицательная видите какая так здесь закидываем раз так больных становится меньше два один шесть отлично сейчас будет один и исследование так можно грейдить дома новая конструкция так же для постройки дома потребуется на 10 единиц древесины и стали меньше это очень хорошо перед глобальным грейдом давайте перед тем как вкладывать колоссальные ресурсы в домике все вроде у нас больных не должно остаться после этого все больных нет 50 человек е-мое так и новый закон адаптация детский труд любые работы продленная смена дом удовольствий сортировка больных может быть те кто может быстро выздороветь вооо на череде используют сортировку больных позволит сразу излечить половину пациентов часть умрет надежда меньше недовольства усилится но в принципе чтобы переварить может быть и понадобится такой приказ да так забыл про листовочки листовочки бахнули забыл тут еще пайку в этом увеличить вот они сортировка больных что пациенту будет снижено на три четверти скажет смерть надежда будет снижаться недовольство будет расти пациентов 10 человек 12 часов не успеваем вообще переваривать все это безобразие так и здесь еще про патрули забыл в постах ой точно стражи будут патрулировать по счете порции порции еды вообще легко недовольство снижается забыл у меня же еды вообще а и оно включается везде на всех да удобная штука так дома пока строить не буду мне интересно вот дом базовый уровень тепла у него троечка 10 20 10 и 35 25 по десятке срежем 25 15 уже будет нормально и дома сможем прогрейдить ну более-менее массовым можно еще складов настроить на самом деле потому что вы видите что у нас есть проблемы склад ресурсов а там немножко ладно неважно поехали по голоду все нормально 600 еды уголь вроде как не успеваем мы собирать нужное количество добыча 4,5 траты ну видите 500 разница всего лишь это нормально у нас как бы на полную генератор работает еще точечно точечно подпитываем мы так надо сейчас елочки и сталь листовки в процессе беженцы последняя волна там осталась так давайте к елке раз посмотрю что за ивент неразрешенные действия сэр одного человека сильно избили стражники и он останется инвалидом на всю жизнь они утверждают что он якшался с мошенниками и что пора было бы его проучить впрочем соседи не подтверждают правоту этих обвинений стражников нас наказывают так сталь храним лучше сталь храним лучше сталь и дерево у нас конечно с деревом скоро будут проблемы так тут еще подбольных но вроде как перебор уже по больным ребят ну что держимся держимся вроде бы нормально пока все здесь лесопилки еще 500 леса есть здесь 400 есть новая конструкция дома теперь можно сделать апгрейд значительно дешевле можно также сделать термо или изоляцию домов там будет еще теплее и не так это и дорого поэтому давайте сейчас начнем улучшать уровень жизни наших товарищей и домики раз два три четыре пять а бездомные появились все хватит только по порциям делаем по порциям но что-то строительство блин не идет у меня 19 человек будут ночевать на улице хотя нет кто-то кто-то строит молодцы работает сейчас достроится раз уйдут сразу спать ну и к нам сейчас подтягивается последняя волна беженцев я не знаю куда отправлять экспедиции уже не вижу куда просто их отправлять 47 больных круглые сутки работает лазарет давайте сортировку больных сделаем при сортировке половина пациентов вылечена мгновенно но в среднем 114 погибнет поехали штампуем 3 четверти сразу 40 человек вылечили погибло 11 людей ну слушайте я готовлюсь принимать новых дома достраиваются и надо продолжать грейдить дома так 60 бездомных но они в течение суток должны все все нормально сделать третья волна прибыла третья волна беженцев они едва живы измоданные долгой дорогой долгой дорогой долгой дорогой и заботой больных и увеченных фритьев нансен их предводитель отсутствует мы взяли всех кого смогли многие остались теми кто был слишком болен и не перенос бы дорогу и нансен был в их числе да смилуется господь над всеми нами грядет великий холод впустить их 60 человек 50 тяжело больны блин надо было мне сейчас впустить и применить да мы примем всех что принесет будущее сэр доброе сердце у меня кстати очевку дали теперь мы точно знаем от чего спасались беженцы грядет великий холод winter is coming нужно быть готовым к нему ученые говорят что могут предсказать насколько сильной будет буря основываясь на наблюдениях им нужна пара дней чтобы подготовить приборы и установить их на маяке окей ооо новые места появились раз два три сейчас сразу три экспедиции туда ой ребятушки поехали глубокий провал ледяная расселена и блин не вернул я этого йети дурачка надо было его сюда тоже вернуть итак друзья нам нужно хорошенечко подготовиться как мы можем подготовиться блин домов не хватает 83 бездомных и я только а нет 70 80 90 хватит домов судя по всему да ну раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять вроде хватает сейчас дома бахнем перепроверить по по хавчику скоро будет готовым черт исследуем небо станут скоро надо будет больных еще надо расселить трое есть убрали троих 63 человека там автоматон я не знаю он работает не покладая рук и мне нужен наверное уголь сейчас будет а у меня уголь добывают все три автоматона тоже да беспрестанно все ну сейчас уже нет бездомных сейчас достраивается еще один домик я думаю мне продолжать апгрейды 11 часов да раз два три четыре пять шесть семь этот квартал попробуем обновить еда пока еще есть но из-за такого большого количества людей температура на два уровня понизится свободных автоматонов точно нет мы смотрим уголь уголь медицина отсюда можно убрать со столетейки потому что у нас рабочие есть а если ну а куда а куда мне этого автоматона отправлять ну реально мне что что с ним делать вот он круглосуточно там работает и здесь тоже вот есть у меня свободный автоматон дальше так лесопилку ушатываем уголь то падает потихоньку ты бы до третьего уровня ген понизил давайте попробуем да вроде это все равно должно хватать даже на самом деле третье кольцо могло может помочь да хватает расходы снижаем угля бездомных полсотни но это как бы мы просто квартал перестраиваем но сейчас зато по углю видите реально мы в плюс косарик 200 вышли мне я чувствую придется топить как никогда не топил голодный это мелочи термоизоляция в домах еще теплее сейчас давайте еду охотников воздушным сделаем можно промотеплиться кстати сделать и термоизоляцию теплиц тоже у меня пара теплиц есть сколько там 60 еды 30 еды да давай теплицы хорошие пара кухонь зачем кухонь они справляются у меня две кухни есть но там сидят люди ничего не делают просто на супец еще можно перейти будет потом о кстати сейчас можно в сторожевом оп недовольство минус надежда плюс проверяем проверяем по по хавчику раз два три четыре пять шесть очень много еды я трачу для того чтобы просто люди быстрее приходили в себя тут очень мало больных вот в этих штуках там где народу мало я хавчик не трачу так и здесь еще в лазарете обязательно у нас пятьсот шестьдесят четыре человека пропаганда не готова мастерская обязательно вторая третья будут чуть позже а мы квартал перестроили а вот второй нет но ночью уже строительство начинать неправильно я просто попробую до холодов температура на два уровня упадет исследуйте стереоскопические линзы опа маяк стереоскопические линзы это у нас вообще что это надо в сам маяк заходить или работает маяк нет видимо в исследовании готовность к буре ты читал нет готовность к буре это начало конца приближается новая буря когда она достигнет города вам останется лишь ждать ее завершения буря движется прямо к городу уничтожая все на своем пути в том числе все отряды аванпостов и отряды разведчиков не вернувшиеся из морозных земель буря вызовет резкое похолодание которое нарушит работу некоторых зданий голод город должен как следует подготовиться чтобы пережить стихийное бедствие ё-моё а когда а успели я мне не нравится что запасы еды у меня хреновый я сейчас попробую две вот эти вот штуки прогрейдить хорошенечко новая экспедиция не появилась появились я как раз отправил в три новых места сейчас вот 20 минут и первые достигнут цели оп промышленная теплица давайте снаряжение воздушных охотников опять же это хавчик дальше еда промышленная теплица блин два паровых ядра капец а что ж я не посмотрел то что ж я не посмотрел ладно давайте пусть заготавливают интенсивнее мне кажется еда мне очень нужна автоматоны сюда отправлю пусть работает изучение маяк линзы изучение мира а вот они улучшенный измерительный прибор позволяет заранее оценивать опасность надвигающейся бури линзы в технологиях все поздно ну мне придется доделать предыдущее исследование для начала ети пришел мы нашли умирающих людей о которых рассказали беженщи Нансен они укралились в растильнии эти люди едва уже дышат они хоть и укрылись в ледяной расщелине многие из них страдают от сильного обморожения и переохлаждения мы еще можем помочь им если быстро доставим их в город сами они не выживут доставляем в город 18-17 человек и 19 поехали блин так ладно хавчик да а где у нас еще один автоматон давай-ка мы откажемся от автоматона на елках тем более тут уже все закончилось сделаем так чтобы круглосуточно работали в теплицах без негатива сразу автоматон туда ставим мы это не переживем да нормально все будет ребят вы что и надвигается буря теплицы нужно утеплять теплицы если для автоматона то вроде как не нужно утеплять механизация лазарета селекция в теплицах обычные промышленные станут эффективнее но сначала вот это вот доделаем чтобы охотники сейчас нам пару раз больше больше хавчика принесли 10-5-5 10-0-0 2 часа так это вообще а это демонтаж идет ок 10-55 тоже на демонтаж лес нам поднакопили но я не знаю как там хватит нам ядра нужны для того чтобы потом у нас леса просто больше не остается нам лес только надо как-то по-другому добывать так и снова день да 140 хавчика прилетело ну еще плюс теплицы дает разведчики достигли цели здесь земля разверзлась образовав глубокий провал на его каменистом дне лежат раненые погибшие люди должно быть эти люди упали в дыру спасаясь надвигающейся буря примерно половина не пережила падения но можем спасти покалечных если привяженных к саням быстро доставим город доставить раненый город еще 19 человек спасательные операции блин продолжается я перенаправлю сюда блин срочно линзы реально меня сейчас буря накроет я могу отряда просто потерять так давайте-ка я уберу уголь поставлю дерево пока что пусть хранится дома да дома нужно прогрелить конечно мне уже жалко предпоследней группы домов раз два три четыре пять шесть семь восемь продолжаем девять десять одиннадцать двенадцать тринадцать четырнадцать пятнадцать шестнадцать семнадцать восемнадцать двести двести человек на улице недовольство возрастает но они сами себе должны домики сделать и музыка такая исследование вот-вот доделается стоп а у меня по исследованию форсаж был давайте недовольство возрастает но мы в двух местах еще делаем недовольство серьезное двое коллег еще е-мое пару протезов пятьдесят человек в лазарете мы не можем пока сортировку больных сделать так ну давайте стройте дома двести одиннадцать оп есть изученная технология воздушное снаряжение охотников теперь изучение мира и маяк улучшенные измерительные приборы на маяке позволяют нам заранее оценивать опасность надвигающейся бури шестнадцать часов на это квестовое исследование нам необходимо так еда вроде нормально да с углем пока тоже все ок запас более-менее есть тюрьма там как давайте наверное облавы делаем заключенных не так много чтобы жестить это наверное не буду я недовольство еще дальше повышать да экспедиция вернулась все больные но быстро рассосались по лазарет кстати я же нет двойная пайка все еще работает а здесь тоже работает так дома здесь достроили бездомных полсотни не хватает уже вижу что не хватает домов а еще придет 20 человек так здесь в принципе у нас можно построить еще несколько домов если позволяют дороги то тем более да раз два три четыре пять должно там поместиться все нормально новые приказы сейчас вот важно на самом деле сортировка больных в прошлый раз было детский труд детские работы продленку можно сделать не у нас автоматоны и так все нормально закон о дуэлях мне нет проблемы с недовольствием эффективность труд сейчас вообще не будет никакой работы сейчас надвигается буря и все и будем сидеть по домам по теплым а роботы будут работать мы все умрем я хочу в лондон кричат чатики прислушаться к музыке да музыка такое так нагнетает так нагнетает давайте закон о дуэлях подпишем так этот барсук ожидает я вот не знаю пускать его или не пускать дальше это риск ладно одного пошлю одного пошлю там двое правда уже будут иногда уладить спор можно только подняв ставки молодец отличный этот количество бездомных сейчас снизится вон мы 7 домов сделаем их 34 человек а хавчик то маловато может хижину охотников еще сделаем народу просто становится все больше и больше не нравится мне пробуем выстроить охотничий ангар я не знаю где у меня тут есть отапливаемые места потому что не хочется врубать дополнительные генераторы с одной стороны вот здесь наверное нужно выстроить раз два три раз два три прекрасное место все отапливается все хорошо так листовочки пошли надежда возрастает в тюрьме нормально все голодных нет калеки есть еще немного костылей разве ангар нужно отопление оттуда люди же будут вылетать охотникам отопление не нужно понятно бывает буду знать теперь еще 19 человек пришло места для них есть они разбредаются но все еще больные надо несколько пайков дополнительных выдать чтобы разгрузить хижину желательно следить за тем чтобы да в лазарете тоже все было ок думаю хватит так я тебя ожидает посылать ли третьего в неизвестность с одной стороны есть лагерь компаса с другой стороны я не знаю что там по буре успеем не успеем рискую посылаем еще охотники раз еще охотники два должны притащить хавчика да стереоскопические линзы есть оценить опасность с помощью маяка итак подготовка к буре сэр сколько сколько осталось стоп отзовите всех разведчиков и команда ванпостов когда будет буря то сколько до бури накопите древесины минимум на неделю на каждого жителя и 3400 пищевых пайков так надо срочно сделать штук я не знаю сколько блин десяток еще изучите улучшение мощности генератора готово спасите выживших ледяной из глубокого и снежных укрытий сделаем изучите предохранительные муфты тоже надо подготовиться короче самое главное сейчас друзья это запастись едой блин что у нас еще по исследованию по еде селекция в теплицах 15% что-то не нравится мне термоизоляция понятно теплицы больницы ядер нет чтобы эти теплицы сделать ну получается нам нужно селекцию в теплицах делать охотники у нас и так по максимуму а две теплицы на автоматонах работают будут работать еще эффективнее пс go в лондон говорят 4к еды за 7 дней капец 7 дней у меня есть где она а вот она надвигается буря так теперь очень внимательно друзья если мы отталкиваемся от утверждения что 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 охотникам не нужна еда древесина сталь отталкиваемся на Пора на пилки переходить, да, пора на пилки походу переходить. Так, устраиваю дороги, выстраиваю миллион охотничьих хижин. Ну как миллион, у меня просто этих стали не хватит сейчас. Так, а стали у нас автоматонами добываются нон-стоп? Нет, рабочими. Отставить. Отставить. Автоматон здесь сидит в лесопилке, дурак, блин. Разрушаем ее. Отправляем его сюда. Еще. Это что у нас? Это уголь у нас. Уголь нужен. А здесь что? А здесь тоже еда заготавливается, его нельзя оттуда. Из угля можно временно вытащить, я полагаю. Тоже жалко. Может сверху ручку просто сделаем? Давай сверху ручку. На кухне переходим на супец. Недовольство будет постепенно возрастать, но это лучше, чем голод потом. Е-мое. 3-400 еды. Ну, у меня сейчас 82 еды. Можно еще построить этих... Охотничьих на последней там. Все, денег нет. Ааа, денег нет. Приехали. Приехали, окей. Чувствуешь, как игра постоянно меняется? Все сног на голову. Вы посмотрите просто, какая, какой город шикарнейший. Я думал, я царь. Я думал, мои люди будут жить долго и счастливо. Так, а почему мы... Опять у нас исследование, видимо, не круглосуточно, да? Так, подождите. Подождите, подождите. Почему у меня... Почему не пошло исследование? Почему не пошло исследование? Потому что пауза была поставлена. Сори, все. Так, здесь автоматон работает. Здесь люди работают сверхурочно. Охотничьи ангары. Вот пошли уже первые там наверх. Тут выстраивают люди. Надо будет потом всех передислоцировать именно туда. Но как же нужен хавчик? Наверное, кухню еще нужно одну построить заранее. Ну, потому что у меня сейчас такой прирост. Икс по еде, по сырой еде будет. Что я, скорее всего, это не переварю просто все. Склады на хавку? Так у меня склады пустуют. Я могу переключить склады как угодно. Есть. Что там? Сбежавший ребенок. Сэр, вас желает видеть один мужчина. Он говорит, что его дочь сбежала. Когда вести о Буре разошлись по городу, он хочет взять сани разведчиков и отправиться за ней. Она взрослая девочка, но взбалмошная и легко путается, сказал ее отец. Я должен отыскать ее, пока она не потерялась. Она все, что у меня осталось. Он тоже умрет, усновить его надежды упадет. Снарядить в путь. 30 пищевых пайков. Снаряжаем в путь. Я хороший руководитель, видите? Пытаюсь, по крайней мере, им быть. Сердобольный. Это не значит, что хороший, кстати. Я, скорее всего, сейчас допустил ошибку. Увеличиваем надежду, уменьшаем недовольство. Лесопилка ожидает, когда там... Там такое строительство, посмотрите. А на глобальной карте Буря все приближается. Ой, слушайте, я могу аванпост демонтировать и перевести... А, не могу. Мне нужно сюда отправить... А аванпост сам перемещается или нет? Вот вопрос. Сам перемещается. Ой, в смысле, не сам. Должен принимать сложные решения. Да, это да. Можешь, говорит? Я просто хотел бы переместиться на хапчик. Может быть, мы успеем пару сотен собрать. Ага. Вот он. Да. Поехали. Достраиваются. Закидываем сюда охотников. Они не успеют, конечно, улететь, видимо. У меня есть 80 человек. Не хватит вообще народу, кстати, на... На такое количество. Я переоценил количество свободных людей. Может, детский труд? Закон быстро принять. Будут охотиться. Осталось 50 человек у меня. А хотя они освобождаются от строительств. Там 10 строила. Как раз они друг за дружкой освобождаются, получается, да? Я правильно понимаю? Нет, неправильно ты понимаешь. Все, два человека осталось. Хотя кто-то еще строит там. Так, здесь демонтировали все. Да, два человека всего. Мы это не приживем. Блин. Может, не достраивать тогда. Ладно, мы сейчас начинаем готовить супец. Бездействующих детей. 120 человек. Ёппер, СТ. Не, надо сейчас просто перегнать всех рабочих. Заменить на инженеров там, где это возможно. Вот центральная часть у нас есть. Люди, которых надо убирать. А, там только рабочие могут быть. Блин. Какие же вы никчемные, а. А здесь что? Здесь можно. Детей, короче, давать сюда раз на кухню. Соответственно, можем закинуть сюда рабочих. Шесть человек еще новых. Блин. Блин. Выиски. У меня уже комп начинает подлагивать. Отсюда не убрать, отсюда не убрать, отсюда не убрать. Сторожевой вышки, может быть, получится. Да. Все, все сторожевые вышки у нас с инженерами пусть будут. Здесь с вышки убираем рабочих. Бахаем инженеров. Здесь еще, кажется, бойцы... А где там были еще? А, здесь. Тоже рабочие инженеры. Двигаемся дальше. Это что? Охотничий ангар. Понятно. Раз, два, три, четыре, пять. То есть, только в вышке пять человек освобождаю, остальные в охотничек заняты. Что-то переживаю. Да я тоже переживаю, блин. Детский труд, я думаю, приказ может нас спасти. Если, конечно, они могут стать охотниками. Что у нас 115 детей, блин, это такая проблема. В тюрьме можно инженеров оставить? Можно. Отлично. Освободили уже 30 человек. Блин, еще здесь рабочие. Тоже инжей ставим. Так. Где еще? Где еще? 5-10. Это что такое? В пабе. В пабе пусть инженеры, естественно, тоже. Доступно два? Блин, уже закончились. Почему в паб детей не отправить? Ё-моё, ну что за дела? 10. 10 инжей, ой, 10 рабочих в доме. Что? Это как? Не может же такого быть. Или они просто типа халтурят. А нет, это охотничий ангар, сори. Так, хорошо, что исследование сделал, что не 15, а 10. Представляете, мне вообще тут не хватило, никого бы не хватило просто. Так, еще один охотничий. Давайте посмотрим. С вышки убираем еще рабов. А, не можем уже убрать. Ну все, как бы. Раскидываем 32 человека, которых удалось... Ну... Освободить от исполняемых обязанностей. Детский труд и в борделях. Ага. А, слушайте, еще десяток здесь, кажется, у нас на... На 24... Четырех... А, нет, это инжи... Это инжи. Это инжи. Все. Друзья, это все. Прилетает еда у нас. А, у нас с сырой едой проблемы. Так, убираем раз. Бахаем хранилище сырой еды. Чтоб не пропадало. Сколько у нас времени есть? Сложно сказать, сколько по времени, реально. Еще прилетает. Так, здесь достраивается, здесь демонтируется. Может, уме как-то сделать, чтобы... Заключенных 20 человек, инженеры, рабочие, около дня, около дня, около дня. Надежда сейчас нападет. Не, не будем. Не будем. Что-то шансов вообще никаких. Набрать 3 косаря. 3 400. А, дубак холодный. Ё-п-р-с-э-т. Поехали. Силевую мощность с генератором. В тюрьме комфортно, самое главное. Так, и пошли жечь уголь интенсивнее, чем раньше. Так, древо технологии. Сейчас внимательно, Михаил. Что ты сделал сейчас? А, селекцию в теплицах я сделал. Термоизоляция теплиц. Но они все равно работать не будут. Термоизоляция кухни. Механизация лазарета. Ресурсы. Отопление, говорят. А, отопление по квесту мне нужно. Лучше на обогревателе мне нужно, кажется. На второй уровень, да? Предохранительные муфты мне нужно изучить. Предохранительные муфты. Что дает? Позволяет повысить температуру во всех тепловых зонах на два уровня. Когда включен... Включен форсаж генератора. Поехали. Жуть. А зачем мне этот? Генератор тут. У меня же другой в зоне. Нашел генератор. Не нужно. Демонтируем его. Так, двое больных. 44. Ну, так себе. Тоже больных. В процессе пока что. Листовочки уже раздали. Скоро можно рейт сделать. Еда, ну, такое себе. По еде. Автоматоны добывают. Костылики нам не нужны. Хватит. Двое больных. Ну, хавчик я там закинул. Я не хочу просто сейчас еще еду тратить дополнительно, друзья. Ага, еще кухня есть. Супец. И пусть дети делают из сырой еды нормальную. Начинаем копить. Сокол играет в PUBG. Лес закончился. В смысле, 1600. А, лес, в принципе, по добыче ты имеешь в виду? Да, где-то точно лесопилка еще есть. Бесхозная. Склад ресурсов. Охотничий ангар. Блин, как же здесь сложно ориентироваться уже в конце. Там есть, на самом деле, лесопилочка повыше. Вот она, лесопилка, кажется. Да, права лесопилка. А там рабочие 10 человек. Е-е-е. Демонтируем. Посылаем их за едой. Доступно 17 человек. Отлично. Еще тогда 7 человек сюда. Стенной бур, лес, делай так-то. Так-то у меня нет ядер для того, чтобы стенной бур сделать. Так-то. Так-то. Молодцы какие. Привет, здесь детей есть можно? Да нет, вроде. Так, отсутствующих по болезни инженеры. Нормально. Листовочки когда? Листовочки нескоро. Так, ну что, делаем хавчик, друзья. Как там у нас исследование? Да, буря надвигается. Скоро первый аванпост. Здесь мы соточку еды можем добыть. Раз, два, три. Подходит, да? Да, подходит. А, он ожидает. Черт. Следуем. Вы идете не туда! Вначале ученые приняли вас за беженцев, но когда мы рассказали о городе, они были обескуражены. Скорее всего, он расположен слишком близко к буре, чтобы перенести ее. Вы можете поговорить об этом с Нансеном, если найдете его на юге. Их работа здесь завершена. Мы можем убедить их присоединиться к нам и показать наш город. Нам инженеров дадут. Блин, нам вообще не нужны. Пусть самостоятельные добираются. Я хочу продолжить быстрое исследование, пока есть опции. То есть я могу успеть, например, вот сюда вот пройти этим. Так, здесь построим Иванпост. Глядишь, мы 100 еды умудримся отправить. Ё-моё, такой хаос. Ладно, с углем нормально все. С деревом беда. Сталь мы более-менее добываем. От мороженой отпиленной части тела нельзя жрать? Кажется, нет. Жрать нельзя. Не хочу хавчик сдавать. Ну, сейчас вот супет сделают, смотрите. И 100, 1 к 5, нормально. Бахают хавчик. Мелкие. В двух кухнях работают. Дома до грейзил. Кажется, да. Нет. Есть еще целый поселок без домов. Раз, два, три. Успеваем д сделать. Четыре, пять, шесть, семь и восемь. Максимальное тепло. 85 без домов. Убей больных, сохрани провиант. Генератор готов. Мы сделали, что смогли, чтобы генератор вырабатывал больше тепла. Это может быть недостаточно. В домах и на рабочих местах должно быть как можно теплее. Грядущий холод способен здесь за считанные минуты. Так. Перепускной нагрузкой на генератор будет растянуть 25% медленнее и падать быстрее. Сделаем. Да, сделаем, да. Главное холода. Поехали. Так. Я, в принципе, могу реально резануть людей, когда у меня откатится сортировка больных. Тогда мы от 40 человек сможем избавиться. Ну, то есть, три четверти из них, они выздоровеют сразу же. Ой, слушайте, эти прилетают. Откуда? А, они прилетают, но только по... Работает, работает. Стоп. Так, у меня не хватает уже по складам. Так, не надо. Древесина, да, меняем. Сейчас надо освобождать. Древесина минус. Могут тоже минус. Почему ты сразу пищевые-то не делаешь, Вась? Два клика, ну. Так, уже хорошо. Пищевые. Древесины пищевые. Пищевые. Прилетели. Сейчас, сейчас разгружаться будут. Раз, два, три, четыре, пять. Много будет. Давайте, супцы варите. Супцы варите. Все, сто. Тут же конвертируют, пацаны. 120. Молодцы. Еще прилетают. Что по рабочим? Может, освободились? Восемь человек доступны. Отлично. Скидываем туда. Так, ну что. Будем ли мы пытаться сейчас, пытаться сейчас с тюрьмой что-нибудь сделать? Сколько на заключенных? 30. Давайте, облаву делаем. 30 заключенных. И... Давайте. Убеждение и принуждение. Бах. Избавимся. Мы освободим там несколько рабочих. Должны они сейчас, по крайней мере, там прийти в себя. И у нас появится еще немножечко рабочих. 8 человек. 8 и здесь. Подготовка к буре. Стоп. Еще я хотел. Во-первых, я эти пришел. Едва живые люди, спрятавшиеся в укрытиях, сделанных снегой. Следовать. Все эти люди смертельно больные. Ёбарас, это мне этого только не хватало. Чудо, что они еще живы. В их снежных укрытиях лишь чуть теплее, чем на просторах ледяных... Ледяной пустоши вокруг. Они не протянут меня, если их немедленно не... Доставить в город. Сердобольный Михаил, что ж ты делаешь-то? Надвигается буря. Накрывает аванпосты. Ну, я думаю, что аванпост еще какое-то время тут протянет. Ради соточки еды стоит ли вообще это делать? 100 сырой еды. Не, наверное, не стоит. Это капля в море, блин. Накроет? Не, продержись еще. Так. Возвращаемся в наш город. Можно, в принципе, дождаться тех людей, которые вот придут к нам больные. И вот именно в этот момент, когда они придут, бахнуть в лазарете сортировку больных. Тогда мы 60 больных отсортируем очень хорошо. Мне кажется, у меня домов не хватает. Сейчас же они придут, 20 человеком. Что мне с ними делать? Бездомных 9 человек уже. Или это у меня перестройка домов идет? Нет, это не перестройка домов. Ладно, думай. Ты можешь нести эти хижины? Нет, посмотри, где у тебя... Вокруг основного генератора и, может, есть место. Вот, есть генератор и вокруг есть место. У тебя тут даже 3 генератора. Вот. Здесь, соответственно, нужно бахнуть дома. Ни хрена не видно. Делай прям плотненько, Миш. Раз, два. Три, четыре. Пять. Сторожевую будем делать? Я не уверен, что он поместится здесь выше. Будем делать? Ладно, давай так. Подведем дорогу к нему. Блин, леса мало. Ладно, я думаю, хватит домов пока что. Так, копим еду. Поехали. Всем супца. Да, супец. Супец нормально. Идет. Двигающийся буря. Так, здесь дороги не хватает еще. В общем, разведчики достигли цели. Выщербленные камни. Исследуем. Развалины подземной базы пропитаны запахом серы. Должно быть, это место было теплым и укрытым от внешнего мира, но теперь на глубине может быть опасно. Осмотревая развалины, мы нашли чемоданчик, подписанный именем Фритёв Нансенс. Внутри весьма любопытные чертежи. Полезная технология какая-то. Блин, а здесь все уже. Здесь буря. Все, демонтируем аванпост. Возвращаемся домой. Не-не-не, не тобой. Тобой. От обоих я не уверен, что я успею вот сюда вот дойти. Наверное, лучше им вернуться и изучить эту технологию, да? Тут еще выжившие, еще несколько точек. Так, хорошо. То есть, плохо, конечно. Конечно, лес, елок маловато. Дорога здесь не подведена. Успеешь, говорит. Глянь-ка, сколько осталось времени. Угля хватит. Ну, уголь там у нас нормально вроде. Буря-то, когда значки со снежинки будут появляться. Буря не дошла даже до крайних. А, вот это вот. Я не хочу все равно тут ради ста еды оставаться. Время еще есть на экспедицию. А вот этого я верну, пожалуй. Ладно, окей. Это возвращается с выжившими. Этот идет сюда. Окей. Так, хорошо. Супец готовим, готовим. Протезы делать будем? Пока нет. Дома отстроим, строим. Бездомные скоро будут довольны. Уголь у нас не кончается. Главное, чтобы запаса хватило реально, потому что он же сжигаться будет очень быстро. Так, отзовите разведчиков. Спотивости выживших. Это последний идет. Накопите древесины. Минимум на неделю для каждого жителя. Так, а здесь что у нас? Здесь у нас инженеры. В наблюдательный пункт. Не хватает просто их, к сожалению. Два дома догреть. Я не знаю, где у нас там... Дома еще не... А вот здесь, кажется, раз. И два. Они подсвечиваются, те, которые не догрыжены. Так, ладно. Бездомных нет. Больные держатся. Мелкие постоянно варят суп? Не, не постоянно. Вот шкеты. Давайте-ка работайте. Недовольны вы, да? Сверхурочные вам. Варите, варите, мелкие. Варят. Баф на вышках. А, он откатился уже. Да, баф на вышках откатился. Недовольца снижаем. Проверяем. Листовочки не готовы еще. Надо проверить, опять же, лазарет. Вдруг там можно хавчик. Да, двойной хавчик. И почти откатилась сортировка больных. Но я, пожалуй, дождусь, вот когда эти придут, выжившие. Потому что это 20 человек. Мы сразу 12-13 из них вылечим. Кто-то из них сдохнет, конечно. Но зато у нас не будет ситуации такой по... Полсотни больных у нас не будет. Как мы справимся с этим исчадьем МАДы? Слушайте, я не знаю. Глянь, задание на подготовку подробнее. Отзовите всех разведчиков. Понятно. Команда Иванпостов. Понятно. Еда прилетела. Спасите выживших снежных укрытий. Вот идут последние. Накопите запас древесины минимум на неделю. Так, достигли лагеря Компас. Что это у нас тут? Люди в этом лагере собрали вещи, готовы отправиться в путь. Палатки пусты, тут почти никого не осталось. Это последняя группа. Небольшая группа ученых заканчивает погрузку припасов. Они работают быстро и молча. Вид у них несколько подавленный. Мы в основном помогаем с эвакуацией. Сказал нам один из них. Мы изучили магнитное поле Земли. Ночью наши ученые могут немного. Но теперь наши задачи поважнее. Например, выжить. Инженеры. Доставят ученых в целости. Давайте доставляем в целость. Блин, не надо было этого делать. Это ошибка. Могут тут еще поисследовать. А, вон снежинки где. Я понял, как оно работает. Спасибо, товарищи. Будете признать. О, еда. Стоп. Хранилище для сырой еды, к сожалению, не хватает. Я склады перепрофилирую, наверное, да? Как правильно сказать? С древесины на сырую еду. Все уже хорошо. Парочку хранилищ сделали и все. 500, 600, 700. Отлично. И мелкие варят. Варят отлично. Борщец. 70 час. Может, я этих тоже напрячу. Люблю детский труд. Давайте. Поехали. Так, тут MJ. Она готова и пайки. Хватит складов. Ой, не знаю. Посмотрим. Ну, я, опять же, от сырой откажусь. Так, этот ожидает. До куда шел? Укрепленное здание, которое может выдержать суровую полярную зиму. Оно заполнено сложным научным оборудованием. Лагерь, судя по всему, покинут. Предупреждение Нансена. Мы нашли записку от Нансена и его коллег. Трудно предсказать, насколько суров будет грядущий холод. Температура опустится куда ниже зарегистрированных отметок. Будут десятибальные штормы. Потоки воздуха снижают скорость при нисходящем движении. Затем погода будет медленно улучшаться. Мы выдвигаемся в сторону этой бури из преисподней, чтобы проверить наши предположения. Прощайте. Да хранит вас Бог. Так, полезную какую-то технологию подрезали. Но теперь, я думаю, надо валить уже. Я не уверен, что мне хватит времени. Но я могу скорректировать, если что. 22 часа до прибытия. Может быть, и успеем. Подстали много пустых складов. Вполне вероятно. Вполне вероятно. Надо посмотреть, где у нас там, в принципе, пищевые, уголь, уголь, пищевые. Уголь, пищевые, сталь изменить. Пищевые. Уголь-то тоже нужно складировать. Сталь тоже не нужна. Пищевые. Экспедиция вернулась. Сейчас, может быть, бахать этих. Мы спасли всех, кого могли, из найденных нами мест, где укрывались выживших. 28 больных. В принципе, не так уж и много, чтобы резать людей по-живому. Как вы думаете? Не, могу, конечно, резануть. Может быть, стоит ее оставить на холода. Вдруг у нас будет... А хотя это будет действовать только на тех пациентов, ну, на тех людей. Или это на всех вообще действует. Это на всех действует. Отложить, как думаете? Режь детей, говорят. Друзья, кажется, мне надо будет все-таки еще добавить приличное количество складов. Что там штук 5-6, наверное, точно надо будет бахнуть. Потому что мне не помещается. Я бы с запасом угли сделал. Сколько стоит склад? Древесины. 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 Двадцать стали. Окей. Поехали. Раз, два. Три, четыре, пять. Шесть. Хватит. Хватит. Пока хватит. Так, этот ожидает, ну, бас. Эти ожидают. А, ну это все. Это я типа вернул. Дальше я не пойду уже. Хватит. Окей. А, у нас еще книга законов. Давайте детский труд, а? Адаптация. Может быть, успеем детский труд любые работы. Потому что у нас 120 проглотов, из которых можно сделать охотников тех же самых. И, ну, может быть, это будет к месту. Так, изучена технология. Клапан. Так, три технологии последние в отоплении мы с вами взяли. Можно сделать обогреватели для персонального отопления. А можно повышать эффективность генераторов. Чтобы потреблял меньше угля. Наверное, это эффективнее будет сейчас. Давайте. Поехали. Ну, запас я просто сильно не смогу улучшить. Так, санитарный. 25. Нет, вроде нормально. Вроде нормально мы с вами тут. А, подождите. Я же из санитарных вроде... Кого я в санитарные отправлял? А, инженеров. Я никого, кроме... Я думал, там рабочие. А хавчик-то, хавчик-то уже все. Места уже нет. Места уже нет. Надо... Избавиться от последних... Блин, от угля не хочется. От еды нужно. Сесны и припасы приготовлены. Е-е-е. Давай сырую еду тогда отменим. Все в пищу. Сталь лесом. Уголь пригодится. Древесины пока нет. Она не будет увеличиваться. Мне склады особо не нужны. Пищевые еда. Ладно. Оставим пока там еду. И сразу пищевые. Пищевые. Сталь фуловая, да? Да пофиг. Сталь особо не нужна. Еще пищевые добавки. Может уголь все-таки еще. Из-за деревьев еще есть. Да их очень мало просто. Да, давайте уголька. Пару-тройку. Основательно пытаюсь подготовиться к грядущим холодам. Еще десять складов делаем. Надвигается буря. Тебе лес надо было заготовить. Да у меня нет возможности собрать лес уже никакой. Ну и можно сделать лесопилку, но там будет очень маленькое количество на трэп потратил. Да, да. Ну нет у меня больше леса. А ядер нет для того, чтобы там как они летают. Сейчас только хавчика. Разлетелись. Разлетелись. Делай запас по всем ресурсам. Угу. Не завали задание с аванпостами. У меня тут последний идет. Он вроде успеет сюда и назад. Остальные все уже дома. И больше никого не... А, вот этот же еще. Вот этот аванпост. Но здесь дерево добывается. Я его не хочу вообще. Да только в самый последний момент я его отпущу. С складами 34 дерева. А это сколько интересно. В елках. Ладно, в любом случае давайте бахнем лесопилку. Это не стоит так... Так дорого. Стоп, а где там елки еще? Раз, два, да? Две елочки несчастные. Серьезно? Ладно, делаем улицу. До нее. Ну, глядишь, оно... Оно так... Оно себя окупит. Не, хотя оно себя точно окупит. Что там, 40. Давайте... А, вот здесь еще елочка есть. Елки, иголки. Будем пытаться собрать. 25 древесины и сталь. Давай. Окей. Минус 70. Да, тяжеловато, друзья. Кто ж спорит? Вернулось в город 19 инженеров. Количество больных. Не, вроде нормально. Рабочек отправляем снова там за... Охотиться. У нас сейчас будет потепление на единичку. Но это стандартная штука. Ой, склады. Давайте. Пищевые. Пищевые. Пищевые, пищевые. Половину делаем пищевых. Здесь... Температура хреновая. Сэра, вас просят о помощи одна женщина. Ей нужно больше пищевых пайков. Но повара говорит, что... Да, выдаем. Недовольство вырастет. Я понимаю. Поделился, типа. Так, а где у нас автоматоны? Нет незанятых, да? Нужно, нужно, нужно. Нужно. Если обогрев... Вообще не пойдет. 225 елок тут. А дети пойдут, заболеют там. Заболеют, умрут. Убери автоматона с больницы. Ну... Он там круглосуточно работает. И у меня все еще на лечении люди. Я не хочу его оттуда убирать. Автоматоны из теплицы. Из теплицы это... Ну, хотя ладно, теплица не такой... Большой сейчас уже и приносит профит. А где он там? А вот здесь-то? Так, только не рабочих. Пусть дети в теплицах будут. Ладно, соберем еще вот эти вот две сотни елок. Домов не хватает. Бай... Ааааа... Ааааа... Поехали Четыре косаря Мы это не переживем, говорит Какой-то нубас Надвигается буря Разведчик достиг цели Лагерь метеор Лагерь построен вокруг большой дыры во льду Возможно, это кратер от падения метеорита Рядом с кратером установлена стальная конструкция Которая наверху Если крепится блок Мы обыскали руины лагеря Должно быть здесь проводили научные исследования Того, что пробило дыру во льду Теперь здесь ничего нет И мы не обнаружили никаких ценных вещей Здесь нечего делать, кайф Неплохо я зашел А дальше я уже не пройду То есть дальше уже реальный риск Сколько часов? Нет, недалеко, за 8 часов Может успеем С нами, мать земля Да-да-да Больных лечим Еда пришла Температура Поднимается Хавчика на сырую еду нет Стоит ли вообще сейчас Ладно, давай Чуть-чуть сырой еды Раз, два Три И три Оставим ангара Для, ну, для маркера Просто, чтобы они Чтобы мы знали, что они Так, убираем недовольство Проверяем Листовки раскидываем Кража еды ведет к бунтам Сэр, мы узнали Почему разнятся данные По использованию сырой еды И производству пищи на кухне Оказывается, повара крадут еду Люди в ярости Мы поймали с поличным трех человек У нас там дети работают Повара говорят, что воровали Ради выживания близких Во время бури Когда не будет доступа Изгнать Недовольство значительно вырастет Повара продолжит воровать Не буду поставить Следить за поварами Блин, изгнать трех детей Не, поставить Поставить Следить за ними Так, ну с хавчиком Мы проблемы с вами решили Это хорошо Я, пожалуй Сделаю тут сталь еще Что по добыче, кстати Уголь на полную По еде 1300 сырой Это очень хорошо Надо с супца переходить, друзья Нужно сейчас найти кухоньки Блин, а где же они? Кухоньки были у меня три штуки Вот, кажется, они, да? Санитарный пункт Класс А вот, раз, два, три И делаем обычную еду Чтобы не вызывать недовольство Ну, как бы у нас и так все Все нормально У тебя два разведчика дома В квесте 0,5 Это норм Видимо, нет А, нужно именно Расформировать их А, вернуть ресурсы можно Кайф Хорошо Да, сейчас два из пяти Так, надежда, хорошо Температура отличная Дальше температура на единичку Упадет у нас Больных постепенно лечим Тут добываем Добываем Паровая лесопилка Пусть дети работают С подогревом Потом мы все равно ее Так, а ты что? А, и надо Так, изученная технология Повышения эффективности генератора Очень хорошо Надо еще в соседнем здании Сейчас, подождите Я посмотрю Повышает эффективность генератора еще Вот что можно еще На 10% Генератор Бах Мне нужно распустить Еще через Да Аванпост Вот эту вот бригаду Получим елки Людей, кстати 10 человек И, соответственно Мы можем А я даже не знаю У меня еда уже Все, все, все с ней В порядке Где работают автоматоны Меня интересует А здесь люди, да, просто? А давай сразу Бах Ничего страшного Что недовольство будет Дополнительные пайки Интенсивнее лечим Елочки сейчас тоже Да, 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 будут Я, наверное, все-таки Подрежу одну Один склад На древесину Так, и мы добежали До разоренной колонны Ой, надо назад Срочно Транспорт колонны Пострадал от мощных ударов Вытоптанный Снег красный от крови Судя по виду Ее пролилось немного Мы обнаружили Несколько тел Внутри поврежденных Снегоходов Некоторые были Разорваны пополам Ими будто кто-то Полакомился Подозреваем, что Виноваты белые медведи Мы никогда не узнаем Наверняка, что-то Произошло В этом жутком месте Нет ничего полезного Кайф Не зря рисковал Тобой, друг Быстро возвращайся домой Быстро Так Здесь мы Уже все Надеюсь, успеет он вернуться Коллег у нас нет На фабрике надо Поменьшить температуру Что я тут Жещу-то Надо посмотреть Где у меня в принципе Хотя уголь есть Обогреватели стоят Раз, два, три Это рядом с Здесь может быть лишний Фабрика Лазаряд Не, не лишний Поселение 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 Можно разобрать Робота и добыть ядра Чтобы Дерево добывать А, дымов не хватает Еще Аванпост верни Он единственный Кто дерево еще добывает Может я успею Короче, мне вот здесь Нужно домик Влепить где-нибудь В куче Не знаю как Но Постараться надо Вроде Доставать будет Будет доставать Да, будет А вообще Нужны два домика А здесь может Не, достанет Нормально Должен достать Смотрим Да, отлично Так Будем ли мы Отзывать Ой, там еще Какой-то Какой-то ивент До города Добрались Выжившие Да, группа Выживших Собственно Два домика Для них Мы Отгрохали Тут Возвращаться Реально долго Демонтируем И домой Ну давай Поехали Больных Больных Становится Все меньше И меньше Это радует Мастерскую Конечно Надо было Форсировать Пофиг На недовольство Я что-то Забыл Про то Что у нас Исследования Не так Эффективно Идут Из-за Хотя бы Парочку Я Так Еды уже Шесть Косарей Хранилище Под сталь Может быть Да В остальном Все нормально То есть Чил Эффективность Генератора Может быть Можно уменьшить Его мощность А там Вопрос В потреблении Насколько Я понимаю А не В Эффективность Генератора В потреблении На 10% Меньше Еще на 10% Эффективность Следующий Как бы Уменьшу А Другая Эффективность Короче Итак Генератора На максимум Вопрос возникает Будем ли мы Персональные Обогреватели Пытаться Сейчас Добурим Или Все-таки Мы Что-нибудь В убежищах Найдем Кухни Все равно Работать Не будут Термоизоляция Домов Есть Конструкция Тоже Есть Можно Попробовать Термоизоляцию Больниц Потому что Автоматоны Там А не пофиг Они так и так Работают Убери супы Недовольство Растет Пайков Много А точно Сейчас Секундочку Я же действительно Там на супах Так Кухня А как Это обычная еда Супы Я уже убрал Убрал супы Убрал супы И убрал супы Поместительность складов Ооо Это хорошо Улучшение склада ресурсов На 50% Больше Ооо Я не видел этого апгрейда Шикарно Все решим Глобально Просто все проблемы Со складами У меня Четверть города В складах Ё-моё Так Демонтирую Фламбер мил Первый Этот еще Собирается Дипсиму Буря идет Листовочки Не готовы Можно посмотреть По тюрьме Давайте облаву Устроим Стражевые вышки Тоже в КД Кстати Да Закончилась Закончилась лесопилка Убираем ее И у нас остался Автоматон Получается Можно 24-часовую Смену Бах И автоматоны Сюда перенаправить В принципе Автоматоны Где у нас В теплицах На углях На угле В лазарете И на ядрах Да Ну собственно Да Как и должно быть Больше Больше некуда Некого Некуда Некого Считай квест Спасибо Отзовите Всех разведчиков И команды Иванпостов Так Ну и что Ну вот Они идут Один Второй Двое Осталось Как раз Не хочешь Топить Поменьше Чтобы угол Экономить Я не уверен Что Давайте попробуем Снизить Мощность Генератора Тем более Прохладно Да 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 Кстати По радиусу Можно Чрезвычайные Смены Непопулярные Решения Да Непригодная Пища Недовольство Растет Из-за этого Да Снизили Потребление Угля Достаточно Прилично Должно Снизиться Да Два с половиной К в день Заготавливать Будем То есть Еще пять Косарей Как раз Под новые Склады И новые Склады Есть И так Сразу Все Освободилось Друзья Эффективный Сбор Термоизоляция Добычи Но это Наверное Не нужно Эффективный Сбор Относится Только К базовым Темам Куча Угля Ящики Древесин Это Не нужно Древесина Которая Да Это Не там Добыча Угля А вот Он Бур Который Нужен Бурит Склоны Кратера В Которые Вморажены Деревья Бывшие Лесом Мне Нужен Бур Для того Чтобы Ну В смысле Этот Ядро Радиус Лесопилки Нет Посты Добычи Нет Еда Убежище Теплица Термоизоляция Там Работают Роботы В больнице Та же Самая Тема Хотя Нет В больницах Работают И в лазаретах И в домах Исцеления Вот это Нужно Сделать Давайте Термоизоляцию Больниц Что Больных Будет Много Если Там Холод Будет Если Мы Еще Не Сможем Нормально Отапливать Разбери Робота Из Теплицы Теплица Даже С роботом Может Вырубиться Ясно Так Давайте Попробуем Какой Ни Хороший Закон Принять Был Закон О детском Труде Но Как-то Он Не Пригодился Потому Что У нас Так Друзья Ну Кто Голосование Это Без Мне Убирать Сейчас Нужно Будет Это Все Такой Сложностью Уважаемый Стрим Должит Проходить Следующий Сценарий А у меня Вроде Не было Выбора Сложности Вот В этом Сценарии То есть Мне Не спрашивал Никто Минус Минус Это Где Такая Температура Ну В принципе Рекордные Там 50 58 Я думаю В Я думаю В Воркуте Тоже Было Минус 50 С Гаком Но Здесь Аномалии Вообще Здесь Совсем Другое Дома довольствия Сейчас строить Как-то Совсем Не хочется Может Не будем Принимать Новые Законы Эффективность Не нужна Тут Рабочих Мест Или Нужна Поблизости На 40% 24 часа Это может Относиться Еще К этим К К Клечению Например Минус 82 На станции Восток В Антарктиде 82 Градус Рекорд Понятно Город Аймякон Каждую зиму Под 65 Новый порядок Возьми Посмотри Что будет Да он горит И тут Прям Прям Очень страшно Нацистская Какая-то Штука Пошла Рейдер Подержал Говорит Минимальная Температура Записированной Земле 96 градусов Нужно Пользую Небольших Углублений Во льду Куда Солнце Не попадает Понял 57 Сам ощущал Под Нижневарском Тяжеловато Но жить Можно Ну там Еще От влажности Жить можно Я не хочу Убрать Новый порядок Потому что Ну это Это слишком жестко Давайте возьмем Бригадира Возможно Пригодится Hear me Hear me Больных нет Друзья Вот один только товарищ 60 градусов Запасы еды Растут Угля Там Всего Что надо Раз Два Три Четыре А что По Возврату Успел бы я Кстати Здесь тоже Исследовать И здесь тоже Успел бы вернуться Добыть еще Соточку леса Перепугался Зря я так Больных Тяжело Больных Мы это Не переживем Говорит Что же Вы драматизируете Это все Так Кстати Можно сейчас Будет Опять Раз Облавы делать Не будем В пабе Все хорошо Так В такой В такой ситуации Крайне сложно Найти Блин Строение Которые А вот Мастерская Сейчас Чрезвычайная ситуация Да 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 Тоже Исследования Максимально Бустим Максимально Просто Три у нас Мастерские Все Термоизоляция Больниц Готова Дальше Можно еще разок Сделать термоизоляцию Больниц Еще уровень тепла Плюс В лазарете Меньше инженеров Требуется Но Может быть Следующим Термоизоляция Теплиц Но говорят Теплица вообще Работать не будет Давайте лучше Больницы Не забудь Распустить Разведчиков У нас Пришли Пришли тут Люди Аванпост Распускаем И остается Один разведчик Мастерских Бригадира Запускает Кстати Я же могу Это отдельным Типа Вот бригадир Раз И два А сколько оно А следующие 24 часа То есть Желательно бахать Круглосуточно И еще Бригадира Сюда Давайте И здесь Бригадира Слушайте Это круто На 40% Еще Больные Какие-то Непонятные Абсолютно Сырой еды Валом Не успеваем Подносить Надо Наверное На кухне Тоже Подогнать Мелюзгу Нам надеюсь Пайков Это меняет Все Не хочу Недовольство Повышать Дальше Дети Не справляются С конвертацией Погибло Погиб один человек Но мы его Сейчас похороним У нас есть Такие способы Миша Подсказка По UI Говорит В каждом здании Стрелочки Лево-право Позволяет Быстрый Час По знаниям Спасибо большое Да Это полезная штука Я вроде даже тыкал на них Но что-то не запомнил Через час вернется Йети Последний И мы выполним опционалку А буря Буря кстати Достаточно медленно Двигается Зря там Форсировали линзы Можно было Но я же не знал Когда они там Будут Предостаточно Времени Ооо А что у нас там Улучшенная Угольная шахта И сани С ускорителями Стоп Так Во-первых Ты у нас В маяк И отдыхай Йети Распускаем Улучшенная Угольная шахта Вот она Три паровых ядра Ооо Сколько? 900 угля А паровая 600 600-900 Понятно Все Дождитесь Сначала Буря мне говорят Подготовка Завершена Спасенные вами люди Едва успели достичь города Ну конечно Хорошо что у нас есть Достаточно запас еды Времени осталось немного И надо использовать его Для приготовления Когда начнется буря Мы не сможем ничего делать Лишь ждать пока она окончится Окей То есть нам нужен Уголь Хавчик С точки зрения Угля А что я могу сделать? У меня три шахты А я могу Бригадир тут У-у-у-у Бригадир на удивление полезный Опять я стрелочки не использую Хорошо, давай тогда Подкопим еще Во-о-о Поехали Так Так, термоизоляция больниц готова. Механизация лазарета. Меньше инженера будет требоваться. Термоизоляция теплиц. Но они говорят, вообще не будут работать. Поэтому я не знаю, насколько это критично вообще. Обогреватели решил не делать. Изучение мира. Модернизация протезов. Меньше стали. Автоматоны. У тебя еды до следующей зимы хватит. Как-то я слишком изи по цифрам. Слушайте, ну повезло мне просто. Я же пёртый. Вообще, я люблю такого рода игры. Блин, ну что вам? Что? Как? Давай, ладно, термоизоляция кухни у нас на кухнях. Ладно, фигня какая-то. Больных нет, все довольны. Но ещё там листовочки периодически из тюрьмы там. Облавы будем устраивать. Исследование очень быстро идёт. Как раз из-за того, что... А, бригадир уже закончился, кстати. Ещё восстанавливается возможность. И полетели. На кладбище начинается похоронная церемония. Кайф, блин. Это хорошо. Так, скоро новую облаву надо сделать. Облава пошла. Недовольство... Надежда прекрасная. Недовольство минимальное. ладно поехали уже делаю все подряд так стали не хватает складов тоже несмотря на улучшение они постепенно начинают сбиваться но делать новые склады я думаю не стоит ну а по можно сейчас новое этот еще давайте адаптация может быть может быть может быть продлён очка давайте дом удовольствия дом удовольствия сколько стоит а могут работать в пабе вот он паба посетители паба рабочие инженеры в пабе в пабе апгрейд для паба что я потопливаю уже видимо днем нужно сходить туда на так давайте пойти хотя тут всего один человек блин не это нездоровый можно конвертнуть сырую еду на самом деле что на уровне скапливается сильно ершки матрешки древесина давайте сталь бахнем так как-то заполнено уже ой ладно ничего страшного поехали дерево не мало да я ничего не могу все равно с этим делать мало не мало так дети работают в теплице наверное не очень хорошо и а пусть пусть работают еды все равно хватает друзья мы это не переживем говорят буря уже совсем-совсем близко но мне 10к угля еды валом теплицы исследовали еще теплицы дальше все перегружены тут заполнено все переполнено дети конвертируют как могут хавчик я не могу их никак по подогнать какой-то ивент сэр люди на одном из рабочих мест отказались трудиться сегодня они хотят провести смену в молитвах мы вкалывали как одержимый но есть предел тому как хорошо мы можем подготовиться позволить молиться пофиг давайте молодцы время молиться недовольствием минимальная надежда прекрасно еще листовки распространяем надежда близко к максимальной в тюрьме была облава что еще там вышки надо проверить стражевые тоже сейчас встретишь что творится мы к буре готовы максимально практически ну то есть максимально насколько я могу подготовиться принципе к ней с первого то это самое трая еды x2 в угля ну много хранилищ грейджиных и все это все ломится больных нет людей всех кто приходил мы старались спасать не отправляли там больных под подлечили все поэтому я думаю что мы с вами так технология теплицы тоже у нас теплые здесь наверное уже больше ничего не осталось еда здоровья ресурсы и давайте лучше отопление обогреватели сделаем все таки вдруг там придется какое-то конкретное место обогревать угля мало пойдет форсаж кетчи говорит угля мало и фомби смеется и в этом фишковой игры в максимально берешь перки легко играть но чем меньше ты берешь перков тем лучше концовка может разобрать избушки на дрова да может быть кстати может супцы побыстрее будет да давайте супцы не 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 надо не надо хватит хватит нам этой еды мы еще тут сутки подобываем а вот она буря температура снизится ну вот вот она уже здесь суп дает больше еды но быстрее перерабатывает да да сталь максимум не хватает мне еды пусть поработает но чудить ничего там страшного нет так проводится дуэль согласно закону о дуэлях красиво кого-то ранили в дуэли где 10 ночи конвертируя еду угля 12 колеси полетели опять эти дроиды вы посмотрите ну эти дирижабли оооо не хавок я уже не настальгирую конечно музыку выкрутим весь наборю говорит рейдер музыку наборю Аудио. А, я могу в этом, в ОБС это сделать. Сделал громче. Ну, сейчас совсем будет гром. Битва за припасы. Сэр, вчера вечером разгорелся спор между работниками. Некоторые хотели получить долю ресурсов, изготавливаемые на рабочем месте, чтобы подготовиться к буре. Дошло до драки. Хоть никто серьезно не пострадал, напряжение сохраняется. Держи мне вкус. Недовольство возрастает. Так, гасим недовольство. Тюрьма, облаву сделали. Сталью все тоже заполнено, блин. Не хочу мастерские форсировать. Хотя можно было это сделать, конечно. Да, давай. Хотя бы одну. Ну и готовимся. Температура падает. Включаем генератор. Рейндж на генератор. Смотрим, что у нас по отоплению. Боже, не верится, что бывает так холодно. Держитесь. Держитесь. Надежда что-то уменьшается. С чего это? Надвигается буря просто из-за этого. Временный модификатор из-за этого. Минус 70. Толпа гравит склады. Сэр, испуганные люди вломились на склад и начали разграблять припасы. Нам удалось отогнать их, но люди требуют древесину для обогрева и укрепления домов. Нам потребуется 1340 древесины, чтобы хватило всем. А у меня нет такого количества. 24 часа на то, чтобы накопить древесину. Даже если там все хижины попродаю по 40. Не, может хватить, кстати. Ну что, охотничьи хижины или разгоняем толпу? Я не уверен, что первый вариант сработает. Так, древесины хватит на всех. Ё-моё! Так. Во-первых, исследование, пока не забыли. 30 древесин. Уже не хочу исследование делать. Если честно. Сколько у нас ее? 900. Поехали. 30 древесин, 30 стали. Изявая. Дэди, монтаж. 3. 4. 5. 5. 7. 8. Можно дэлит. Нельзя. 9. 10. Уже 300, да? Еще нужно штук 5 сминуснуть. Дом, дом, дом. Ром, дом, дом. Вроде должно уже хватить. Сколько мне нужно? 1340. Окей. Можно ванпосты. А ванпосты? Зачем ванпосты? Дэди, монтаж. Сколько у нас там времени? А, 9 утра. Давайте, ребят, давайте. Демонтируем по фастам. Пошли, пошли, пошли демонтировать. Молодцы. А лифты эти у стен? Сколько, кстати, они стоят? Края сооружения. Обогреватели там. Да-да-да, сейчас пошли подсказки. Да мне хватит в любом случае. По дереву сейчас. Вот это все разобрать. Главное, по времени успеть. Вот это не беспокоит. Все, пошел разбор. Раз, два, три. Четыре, пять, шесть, семь. Я не уверен, что нужно склады сырой еды, поменять на область, на это дерево. Там практически не осталось сырой еды. Там два склада с сырой едой. Если я правильно помню. Запас древесины подготовлен. Еее. Красиво. Ну что. Буря уже все вот здесь вот прям. Продавай, говорит, дома. Хочешь посмотреть на их лица, когда ты им дерево из своих же домов отдашь. Блин. Слишком, слишком жестоко. Опять недовольство снижаем. Листовки новые поклеить, к сожалению, не удается. Блин, под уголь не хватает, конечно. Дерева нет. Можно склады по древесине, кстати. У меня было нескольких складов. По дереву надо их поменять. Вот первый. Ханахавчик на уголь. Их немного, но... Такое мы с вами выстроили. Уголь хавчик, уголь хавчик. Немножко стали. Но стали я не знаю, зачем в таком количестве. Мне тоже я бы убрал это нафиг. Надежда почти максимальная. Недовольствие минимальное. Еды 11, почти 12к. Угля 13к. Температура снижается. Парсаж на нуле. Ой, сейчас начнется, друзья. Сейчас начнется. Ох! Да все, закрывайся в мэри, расширяй камин, раскуривай сигарку, любуйся зим... зимний пастор алью. Да, друзья. Все? Это выкладывается? Ребята, неужели мы бурю отложим на следующую трансляцию? Она вот-вот уже почти дошла. Вот уже все вокруг. Отопление прогреет, что ли? Где? На этом отоплении только парочка стоит. Леса не хватает. Это все. Агитатор из речи. Чуть-чуть осталось, говорит. Но это ж не конец игры. Демонтирую избухи. Не, избухи это, конечно... Нет, можно... А, охотника имеется в виду? Да, можно, кстати, еще несколько избушек ушатать, чтобы получить лес, по крайней мере, на парочку-тройку исследований новых. Температура снижается с 70 до... до 80. Надежда потихонечку уменьшается. Скоро сможем листок потом... Сейчас поклеим листовки новые. Надежда на максимум. А, исследование забыл. Давай так. Еда 12 косарей. Пацаны конвертируют, еду успевают. Надежда вообще максимальная. Я зря прожал. Сторожевой пост. Минус 80. Минус 80. Пока в комфорте, друзья. А что у нас обогрева... А, закончилась смена. А ну-ка, давай-ка. Собрались. Так, обогреватели готовы. И эффективность обогревателей. И тут приходят... И тут приходят... Она. 14 косарей угля. 12 косарей еды. Еда, кстати, снижается. Число еды. Я не могу так прокормить. Все. Обогреватели готовы. Ну вот, как бы нас накрывает. Уже, считайте, накрыл он. А, не указан цель исследования. Сейчас, секунду. Полностью ветку отопления изучили. Полностью. Я даже не знаю, что... Там форсаж такой дикий. Дикий. Как с минут 24 часа тогда отапливать еще на мастерскитах? Все. Что? Недовольство? Да, вот он. Минус. Булины налетело на город. В городе слышен пронзительный вой ветра. Генератор трещит и стонет под напором стихии. Бледные лица обращены к закрытым ставням. Дрожащие губы шепчут слова молитв. Горядет безжалостный холод. Охотиться невозможно. Почва в теплицах замерзает. Придется питаться тем, что есть на складе. Город должен выжить. А-а-а. Мы хорошо подготовились к надвигающейся боли. Теперь надо пережить им. Это точно в следующий раз. Спасибо, друзья, за то, что смотрели. Очень атмосферная, согласен, игра. Почти 6 часов мы сегодня с вами... Ох. Я теперь понимаю, сокола, который 24 часа. Просто запоемый в нее зависал. Мы начнем следующую, третью часть с переживания... Переживания бури. Ну а что? Уже почти 12 часов ночи. Вот. Это финал, Миша. Финал, это же конец. Осталось точно... Ну ладно, поехали. Погибло один людей. Погибло один людей. Пять минут, говорю. Пять минут, дым лиц. Форсажем. Пошла жара. А, там дальше еще Ну окей, ладно Листочки-то клеить будем, нет? Что-то надежда не помогает Экономируем в драйв, последний день будет жопа Понял? Замерзший Сейчас я забарю просто в драйв Из-за того, что... Нет, все, я сказал, я не буду продолжать Все, сохраните игру, выходим До свидания, до завтра Часов 7, часов, ну часов около 7 Там 6-8 Начнем, продолжим А то я сейчас промотаю, как дебил Слушая увещевания товарища Что здесь минуточка всего лишь Вот И все 6 часов коту под хвост Экспертов я ненавижу Остальных благодарю Да ну реально 10 минут Всего хорошего, пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok